Привет, друзья! Меня зовут Илья Шабанов. Вы смотрите специальный эфир I'm Live, организованный совместно с компанией Actual Appalachian Technologies. Сегодня мы поговорим о создании соков. Вы узнаете, как приступить к его созданию, какие модели организации соков бывают, через какие этапы нужно пройти, чтобы в конечном итоге построить эффективный и качественный сок, и как проверить в конечном итоге эффективность его работы. Об этом тоже будем говорить. Тема, на самом деле, такая очень глубокая, очень большая. И когда мы готовились к этому вебинару, оказалось, что темой строительства соков занимаются уже около 20 лет, но за это время, к сожалению, так и не выработалось какой-то единой методики по созданию центров шмониторинга и реагирования на шдинциденты. Нету какой-то там, не знаю, одной всем понятной, утвержденной шдинструкции, какими они должны быть. Нет каких-то гайдов основополагающих. И сегодня, я надеюсь, мы многое расскажем и дадим практически рекомендации, с чего начать при создании собственного инхаус-сока, когда лучше использовать с аутсорсинг, когда лучше подойдет гибридная модель. Ну и на многие ваши вопросы по ходу эфира постараемся ответить. У нас будет работать чат, обязательно пишите свои вопросы по ходу эфира. Я буду также его смотреть, мне коллеги будут передавать ваши вопросы и будем стараться на них отвечать. У нас сегодня запланированы четыре небольших выступления. Я представлю наших спикеров. Это Михаил Кравченко, руководитель Центра мониторинга и реагирования на инциденты сока Гелиоса ГК Акстал. Михаил, привет. Михаил. Да-да-да, приветствую, приветствую. Да, также у нас среди спикеров Константин Смирнов, советник управляющего директора по гидрофолкаузингу, поиски технологисты. Константин, привет. Доброе утро, коллеги. Добрый день. Я Михаил Оглоблина, директор по информационной безопасности компании FinTech IQ. Михаил, приветствую. Здравствуйте, коллеги. И Максим Прокопов, руководитель в направлении информационной безопасности группы компании Акстал. Коллеги, всем еще раз привет. Привет, давайте начнем. Я передаю тогда слово Михаилу Кравченко, руководителю центра мониторинга и расследования децидентов Сок Гелиос, группы компании Акстал, который расскажет о своем опыте в строении соков и подходов к обеспечению шмониторинга инфраструктуры. Михаил, тебе слово. Да, Илья, спасибо большое. Привет, коллеги. Всем еще раз добрый день. Давайте немножко сегодня проговорим про соки. Потому что про них много кто говорит, но мало формализует. Поэтому мы постарались эту историю сегодня нивелировать. Будет, надеюсь, очень полезно, понятно и интересно. Поэтому давайте начинать. Немножко о себе. То есть я в компании Акстал работаю уже 8 лет. Начинал инженером внедрение. Брал и делали мы очень большие крупные проекты по внедрению. Затем я ушел на руководителя инженерно-технического отдела. Также продолжаю заниматься инженерной частью, максимально погружаясь в процессы. И в прошлом году, в начале года мы решили, что мы будем делать сок. И, собственно, ушли в тему соков. Потому что у нас очень большая наработанная база по СИЭМам, по источникам, опыт работы разных инфраструктур. Поэтому я уже ушел в сторону мониторинга. Давайте расскажу немножко о тенденциях текущего года и прошедшего года, последних, наверное, двух лет. В 2023-2024 году значительно увеличилось использование троянов для удаленного администрирования. То есть в CNC-трафик их часто маскируют под легитимный, заворачивают в DNS, в ICMP, используют протокол BITS и тот трафик, который там ходит для того, чтобы оставаться незамеченным. Злоумышленники максимально пытаются закрепиться и максимально долго оставаться незамеченным в инфраструктуре. Поэтому часто используют для этого в том числе и легитимные ПО или легитимные каналы связи. Шифровальщики. Они, наверное, нас вообще не перестают отпускать. Они прям плотно закрепились в топе ВПО, начиная там еще с Пети, наверное, с Вонокрай. За исключением одного нюанса. Раньше по большей части целью было именно получение прибыли за счет выкупа за данные. Теперь вектор смещается в сторону деструктивных действий, нацеленных на остановку бизнес-процессов организации, что как бы явно не радует. Кто уже догадался, что за номера у нас в левом нижнем углу, пишите плюсы в чат. Кто не догадался, я рассказываю. То есть это были самые часто эксплуатируемые уязвимости в 2023-2024 годах. Это Log4Shell и BlueKey. Они до сих пор остаются лакомым кусочком для злоумышленников, на самом деле. Несмотря на то, что найдены они уже более трех лет назад, далеко не все торопятся их закрывать. Хотя есть соответствующие заплатки, там намногое по и на самом деле до тех уязвимостей, которые имеются. Ну и как бы то, что должно было, наверное, произойти так или иначе, по ту сторону стены, так сказать, тоже не дремлют и активно используют новые технологии для автоматизации своих задач. И используется для написания эксплойтов, переписывания кодов ВПО для обхода сигнатурных ССИ, генерации эффективных словарей с паролями для подбора. А это значит больше зоны покрытия атак, быстрее реализация, меньше уровень шума. Ну, понятно, что для обнаружения такого рода атак нужен соответствующий подход, нужен активный мониторинг инфраструктуры, упорядоченный процесс управления уязвимостями, автоматизация процессов реагирования. Я думаю, все это и так знают. Но в момент, то есть в каком случае лучше отдать часть задач на аутсорс, а в каком выстраивать процессы внутри, какими критериями руководствоваться при выборе стороннего СОК, как построить свой СОК, с чего начать. Давайте об этом и поговорим. Мы на самом-то деле уже, как я уже сказал, много лет помогаем нашим заказчикам выстраивать защитную инфраструктуру. Объемы внедрения были вот разные. От отдельных продуктов, которые решали точные задачи по безопасности, до внедрения X-LIB в комплексную систему управления ИБ и построения субцентров с нуля. видели разные инфраструктуры по объему и формату. Ядром на самом деле, он премис, СОК всегда так или иначе выступает в СИЭМ. То есть это хороший агрегатор, хороший охранилищ, основной обработчик событий в системе. Но это не значит, что это первое, из чего нужно начинать строить свой СОК на самом-то деле. К нам приходят клиенты, которые не только собираются внедрять СИЭМ, например, или которые уже ее внедрили, но столкнулись с некоторыми проблемами при ее эксплуатации либо просто перед внедрением. Мы вот на своем опыте отобрали топ проблем, которые чаще всего встречались. Первый такой кейс небольшой, то есть когда заказчик разворачивает СИЭМ, включает источники, события идут, но нет понимания об их достаточности, то ли вообще мы отправили. То есть СИЭМ есть, но она как будто бы неинформативна. Вот это вот состояние непонятности, вроде бы мы все подключили, а точно ли мы все видим и как-то проверим. Второй, один из самых частых кейсов, это не до конца понятно вообще с чего собирать события. То есть мы там подключили АД, подключили антивирус, там файрвол какой-то, нужно ли что-то еще. И вообще с чего еще собирать-то или хватит этого. Уже после внедрения, бывает тоже был часто там кейс, когда заказчики к нам приходили, после сторонних каких-то внедрений, или внедрили сами, что говорят, после установки мы там просканировали всю сеть, сделали политику отправки журнала событий, вообще со всей инфраструктурой компании. Событий много, и мы вышли за порог ЕПС. Хотя у нас лицензия там была довольно большая, там можете объемы любые выбрать, там, в принципе, опыта на все было много. А на пилоте нам вообще говорили, что этого хватит. То есть здесь вопрос о приоритизации источников. Здесь вопрос к выборке правильный, понятно, что собирать нужно далеко не из всего. Ну и еще один тоже популярный кейс о том, что нет полной видимости инфраструктуры, да, то есть были кейсы, что после уже внедрения СИЭМ, охладки всех процессов, решили там проверить эффективность работы всех центров, провести киберучение, и на киберучениях не увидели никаких подозрительных действий, векторы атаки не увидели какие-то, либо вообще распределенную атаку не заметили. СИЭМ вроде работает корректно, ошибок нет, а по факту мы не видим, чтобы она работала и выполняла свои задачи. Все эти кейсы гораздо проще решать до внедрения СИЭМ-системы. Даже самая лучшая в мире программа по реагированию на инциденты ИБ или СИЭМ-системы не поможет, если у вас неразбериха в базовых процессах и в профилактических мерах. Вот. Поэтому для обеспечения эффективной работы с инцидентами ИБ вы должны располагать базовыми знаниями при работе с тем или иным окружением. Сюда относят данные о том, какие процессы и службы работают в информационных системах, какие порты должны быть открыты, какие объемы трафика через них обычно проходят, какие протоколы обычно используются и так далее. Все эти данные будут являться опорными для специалистов, которые занимаются расследованием инцидентов и позволят эффективнее выполнять свои обязанности и уявлять вредоносную активность из нормальной. В первую очередь, конечно, эта информация полезна внешнему соку, так как в внутреннем сок сотрудники уже обычно априори этим располагают. Ну, если же нет, то это одно из первых, на самом деле, что нужно сделать, потому что количество дерганий, ответственного там или главного в отделе по мониторингу, она будет сильно меньше, если эта информация будет располагать, когда вы аналитики. Когда вы проведете такую аналитическую работу, у вас на самом деле уже сложится понимание, откуда нужно собирать события в первую очередь, с точки зрения приоритетов, как обеспечить максимальную видимость с минимальными затратами, какие еще продукты нужны до внедрения СИЭМ для большей эффективности, на что вообще, если у вас уже СИЭМ есть, на что переориентировать текущую СИЭМу, ну, систему мониторинга, если она работает не так, как хотелось бы. У нас приходили к нам заказчики, которые изначально приходили там, говорили, мы хотим СИЭМ, вот просто мы хотим СИЭМ. Мы с ними разговаривали, то есть пытались понять, какие задачи они хотят решить, зачем им нужна СИЭМ, что у них есть сейчас. После вот подобного разговора они решали, что все-таки будет правильным сначала разобраться с тем, что происходит сейчас в инфраструктуре, и потом уже коллеги к нам возвращались и были готовы к внедрению. И результат их работы всегда был заметен. И по уровню готовности, по уровню зрелости, по пониманию внутренних процессов. То есть там само внедрение проще проходит, мы понимаем друг друга, и очень быстро все это происходит, они растягиваются там на полгода-год. После, ну вот, о чем я сейчас, в принципе, рассказывал, да, это вот, но на данном слайде это первые, наверное, пять этапов. То есть это подготовка, это внедрение СИЭМ, ее первоначальная конфигурация. Конечно же, после подготовки, на этом все не заканчивается, при построении внутреннего сока. После подготовки инфраструктуры, внедрения ядра мониторинга, следует заняться описанием процесса управления инцидентами, подготовить основные документы для формализации задач, расследования и реагирования. Вот кратенький прям перечень этих документов, в принципе, потом еще можно будет по-немерному пообщаться. Ну, на наш взгляд, опять же, что нужно на самом начале, когда устроится сухонуля. Во-первых, вам нужен классификатор инцидента. То есть это документ, который определит критерии и порядок выявления инцидентов информационной безопасности в зависимости от их значимости и того, какие процессы и какие активы этот инцидент затрагивает. Конечно же, вам нужен порядок расследования инцидентов самих. То есть это либо регламент, либо, опять же, документ, где описан порядок расследования, включая сбор доказательств, анализ причин. Обязательно нужен регламент реагирования. То есть без этого 100% никак. Я думаю, при регламент реагирования уже слышали все и знают, что это такое. Когда мы говорим о реагировании, мы не можем сказать, не сказать о плейбуках. В идеале, конечно, иметь жизненный цикл каких-то плейбуков. То есть это документ, который описывает типовые сценарии создания плейбук. То, что они у всех в разных местах хранятся, по-разному пишутся. Кто-то документирует там в какие-то, ну, документы отдельные создает, кто-то прям в системе работает, например, и там это все создает. В зависимости от этого будет разный жизненный цикл. Обязательно нужна форма отчета об инциденте. То есть об этом думать после того, как инцидент наступил не совсем правильно. Нужно брать готовую форму, заполнять, отдавать и сохранять в архив в случае каких-то разбирательств или ретроспективы. И, конечно же, нам нужен обязательно план восстановления после инцидента. То есть здесь должно быть подробное описание по восстановлению информационной системы данных после серьезных инцидентов информационной безопасности. Это вот базовая история, но в любом случае этот документ может быть, документы могут быть расширены, и, в принципе, мы будем отталкиваться уже от специфики того или иного предприятия при построении субцентов. Следующим этапом, конечно же, нужно после формализации документов вы должны понимать, что ваша система мониторинга, неважно, сколько нам продуктов в совокупности состоит, она не должна быть вакуумной. Следует заранее, на самом деле, продумать источники обогащения событий, о новых угрозах в виде индикаторов атак, фидов, бюллетеней Финсерд, НКЦКИ, то, что они рассылают. Системами обогащения это на самом деле могут быть не только какие-то сторонние TI-платформы или еще что-то, это могут быть ваши внутренние СЗИ или сторонние системы, которые могут предоставить информацию об активах, потому что зачастую мы видим, что сбор, допустим, событий с АД, просто сбор событий, аудиты входа-выхода, даже при настройке расширенных политик аудита на АД, мы не видим всего, что хотели бы. Зачастую помогает базовое стандартное обогащение через АД, когда мы уже можем по пользователям просматривать информацию прямо в СИЭМ, не проваливаясь куда-то дальше, это сильно ускоряет нам работу в этом плане. Опять же, после актуальности мы понимаем, что у нас свой отдел мониторинга уже есть, конечно же. Это может быть человек, в зависимости от объемов, но зачастую это бывает, что это одни и те же люди, которые управляют, работают в департаменте ЕБ, еще на них там мониторинг обычно вешают. На самом деле задача далеко не тривиальная, непростая, но не все это понимают. Конечно же, вам нужна команда, вам нужно взаимодействие, вам нужно описать режим работы, регламентировать эту деятельность и у вас должен быть порядок. Здесь тоже можно выделить, понятно, регламент работы отдела мониторинга, то есть это документ, который опишет структуру и функции отдела, режим работы, ответственности сотрудников и так далее. И мне кажется важным должен быть план обучения сотрудников СОКО, потому что аналитики должны развиваться, то есть просто работать в одной системе, там разбирать одно и то же, каждый раз, ну, понятно, направление информационной безопасности оно не останавливается, оно развивается, растет, поэтому нам нужно соответствовать и как бы на стороне защиты мы тоже должны активно развиваться, поэтому этот документ важен. Далее мы идем по пути автоматизации, то есть когда мы все настроили, у нас все работает, мы знаем, кто как работает, за что отвечаем, мы стараемся автоматизировать рутинные процессы. Сюда можно отнести политики устранения уязвимости автоматических, внедрение отдельных решений типа ERP или SOAR для автоматизации реагирования, написание правил автоматического реагирования по наступлению тех или иных событий, то есть опять же, плейбуки, скрипты различные, которые будут отрабатывать SOAR, здесь, конечно, очень сильно помогает, но в рамках там внутреннего СОКО можно обойтись скриптами, подобную инфраструктуру написать это всегда гораздо проще, чем, допустим, с точки зрения коммерческого SOAR. Последним этапом, но не по назначению, не по значению, является проведение киберучений, то есть для определения эффективности работы отдела мониторинга. Об этом поподробнее сегодня Максим Дмитриевич расскажет, я на этом сильно останавливаться не буду, не буду хлеб его отбирать. Ну, да, с внутренним отделом мониторинга все концептуально стало понятнее. Теперь давайте немного поговорим о внешнем СОКе. На сегодняшний день популярны две основные концепции работы внешних СОК, классический и гибридный. Схема классического СОКа у вас сейчас на экране, то есть это как раз тот самый случай, когда у заказчика ставится сенсор для сбора событий, и затем эти события направляются в СОК-центр, и с ними уже работают аналитики. Работа классического СОКа всем на самом деле понятна, но такая схема не отвечает на некоторые вопросы, а именно, какой уровень видимости инфраструктуры покрывает такой мониторинг, какие атаки такой СОК увидит, и какие нет, и почему, и как эти атаки накладываются, допустим, на митр. Такой СОК вам, ну, такая структура, вы вряд ли ответите. Из этого вытекает вопрос об ответственности. То есть если в такой схеме СОК что-то не увидит, и у вас произойдет инцидент, то кто в этом будет виноват? Ведь при такой концепции вероятность того, что в СОК не попадут важные для организации события, далеко, ну, не нулевой на самом деле. Нивелировать эту потенциально неприятную ситуацию можно, если вы заранее проведете подготовку к подключению в СОК. Про то, что я до этого говорил, то есть сделайте инвентаризацию, обзаведетесь нужными продуктами перед внедрением к подключению к СОКу, да. Будете знать, что подавать в СОК, а для чего. В таком случае это будет работать. То есть зачастую же, как бывает, заказчику говорят, давайте события, мы вот сенсор поставим, подавайте, мы будем собирать. Как бы если вы подадите что-то, а потом что-то не увидим, то СОК может сказать, ну, вы нам просто события не подали условно, поэтому мы не увидели, мы здесь ни при чем. Так вот, для того, чтобы знать, что подавать, нужно сначала понимать, что для вас важно в инфраструктуре в первую очередь. На данной схеме мы постарались отразить основные классы продуктов, которые сильно оптимизируют сбор данных с инфраструктурой для последующей агрегации во внешний СОК. NTA соберет, обработает, отфильтрует информацию с сетевом трафике. ЕДА рассуществляет сбор телеметрии из конечных точек. За счет внутренней базы там фильтрует телеметрию и уже вам сливки отдает, по сути, в СИЭМ. Синбокс, понятно, интересные несигнатурные вещи вам покажет, то есть подозрительные файлы, которые не идентифицировали сигнатурные ССИ. Выдаст о них вердикт, и даже на основе некоторых санбоксов можно внутреннюю базу сигнатур формировать. Продукты класса Ханепот, это ловушки для злоумышленника, они тоже важны, с них можно выявить нелегитимную активность в периметре и запутать, спустить положенную следу, нарушить или выиграть время. С гибридным СОКом на самом деле все обстоит немного иначе. Тут инфраструктура полностью ваша, и сотрудники СОК подключаются к вам по защищенным каналам для осуществления мониторинга внутри вашей инфраструктуры. Плюсы по сравнению с классическим СОКом есть. Минимальный риск утечки событий и телеметрии. При таком подходе доступ к аналитике обычно односторонний, никакие данные забрать или скопировать из инфраструктуры заказчиков нельзя. Вся наработанная экспертиза остается у вас. Правила корреляции, нормализации, реагирования, все, что создается. При такой схеме исполнитель не оперирует этими данными как интеллектуальной собственностью обычно. Быстрое подключение. Все, что нужно, это предпочтительный защищенный канал связи, это продуктов, и уже можно работать. Ну и, конечно же, полный контроль процесса. Так как в ССИИ у вас в инфраструктуре вы имеете полный доступ, вы можете осуществлять конфигурацию, в любой момент посмотреть, что происходит, либо повлиять как-то на их работу. В случае нехватки нужных продуктов в инфраструктуре поставщики гибридного СОКа обычно могут предоставить их в рамках оказываемых услуг. То есть там с партнерами, с лидерами, есть именно с СПИ-программой, и это, в принципе, все работает прекрасно. По опыту работы мы еще собрали некоторый перечень опорных вопросов, которые сможет вам помочь в выборе внешнего СОКа. То есть, как нам кажется, ответив на эти вопросы, вам гораздо станет проще определиться. То есть вы должны понимать, чего именно ожидаете от внешнего СОКа, каким вы хотите видеть внешний мониторинг, требуется ли реагирование, каким будет распределение ответственности. При нами внешнего СОКа вы должны четко понимать, что вы туда отдаете и зачем. Поэтому лучше начать с подготовки и инвентаризации для прозрачности процесса. И на самом-то деле, внешний СОК – это не всегда только мониторинг. Часто они готовы помочь в организации внутренних процессов по информационной безопасности. Все зависит только от опыта самого исполнителя, потому что не всегда компания СОК – это только СОК. Не стоит перенебрегать этой возможностью и обсудить свои потребности с поставщиком услуг. То есть это относится, имеется в виду, больше к СОЭ, если вы хотите какие-то дополнительные опции для себя в рамках каких-то там индивидуальных историй, например. Ну и давайте подытожим по концепции. То есть мы стараемся эту концепцию придерживать, мы ее развиваем, продвигаем. Она на самом деле нравится, как она выглядит, и довольно сбалансированная работа. То есть в центре у нас имеется СИЭМ. Как я уже говорил, это ядро любой системы мониторинга. Туда сходятся события, туда же сходятся там дополнительные истории с обогащениями, индикаторы атак, фиды, репутация, токены и все, что может пригодиться с точки зрения внутренней инфраструктуры в том числе. Помимо СИЭМ, это, конечно же, люди. То есть это аналитики, которые работают с полученными событиями, работают с инцидентами. С точки зрения коммерческого СОКа, здесь, конечно, удобно использовать СОР, потому что в системе СОР гораздо проще сделать интеграцию с отдельными системами, проще сделать интеграцию с внешними источниками обогащения и, конечно же, что самое главное, это можно настроить автоматизацию. В OnPremise мы мечтаем это тоже увидеть у своих заказчиков, это было бы просто прекрасно. Помимо этого, то есть в СОР поступают только карточки, а не события, и мы работаем с карточками, но если мы понимаем, что есть фолзы, мы идем в СИЭМ, там уже делаем настройку корреляции, перенастройку правил и так далее, и таким образом это прекрасно все работает вместе. Для того, чтобы проверить эффективность СОКа, нам нужны киберучения. Сами по себе это могут быть различные направления по процедурам, которые позволят вам ценить эффективность СОКа. В частности, как быстро он реагирует, как слаженно он работает, как быстро оккупируется потенциальное проникновение и так далее. То есть об этом, я думаю, еще Максим точно сегодня расскажет. Коллеги, у меня на этом все. Спасибо большое за внимание. Обязательно заходите к нам на сайт, пишите мне на почту, если будут вопросы, пишите мне в Telegram. Постараюсь помочь на все ответить. Спасибо вам большое за внимание. Михаил, спасибо за классную презентацию. Есть от меня несколько вопросов к тебе. Призываю также наших зрителей, пишите свои вопросы для Михаила, чтобы вам хотелось еще уточнить по его докладу. Мы обязательно на них ответим. Первый вопрос. Ты же сказал про некие классические варианты коммерческого помешанного сока. Есть гибрид еще. А есть ли какие-то еще, может быть, более редкие, более специфичные варианты подключения к вашему сок-центру? Например, вариант какого-нибудь штатстафинга, когда у организации все свое, но нужны специалисты. Ну, на самом-то деле гибрид и классика это, наверное, самые распространенные сейчас схемы, но да, есть еще. Например, построение иерархической структуры CM-систем. То есть это такая история, когда у внешнего сока есть CM того же вендора, что и у вас, и происходит интеграция этих систем по иерархическому типу. Карточки инцидентов с вашей CM отправляются в CM-сока, и там обрабатываются аналитики. Ну, как вариант. То есть это довольно быстро происходит, но, опять же, нужно понимать, нужен стабильно защищенный канал. То есть когда мы говорим именно про отправку событий либо карточек, там всегда нужен стабильно защищенный канал, типа точка-точка. То есть там просто подключиться по VPN не совсем получится. Также можно производить интеграцию с СОАРом, как я уже говорил, да, внешнего сока. Вы подключаетесь к СОАР, это не обязательно именно CM должна быть. Интеграцию можно производить и с IT-ресурсами, и с ИЗИ. После попадания в СОАР информация обогащается сторонними ТА, источниками обрабатывается аналитиками. В такой схеме можно реализовать и реагирование, но там есть юридические нюансы. То есть где должны быть оговорены все границы этого реагирования, которые должны быть. Это должно быть описано, как же договор. Ну и, конечно же, нужно обеспечить за счет каналов связи, как я уже сказал. Это, в принципе, как и везде. Да, хорошо. Давайте запустим для нашей аудитории опрос номер один. У нас есть еще опросы, они будут на вашем экране. Обязательно согласуйте. Опрос звучит в случае использования стороннего мониторинга информационной безопасности, того самого внешнего сока. Кто должен реагировать на инциденты в самой инфраструктуре заказчика? Голосуйте, пожалуйста, потому что вопрос важный и интересное мнение, что аудитория. Я пока продолжу с дополнительными вопросами. Ну вот, как должен выглядеть с твоей точки зрения такой необходимый и достаточный перечень источников событий, которые мы должны загружать к себе в СМ-систему для сока, да? И с чего здесь следует начать, если шторганизация только приступает к процессу шторганизации. Ну да, на самом деле тоже вопрос такой интересный, потому что много было там разных подходов. Мы так как внедряли много разных СМ, мы уже все опробировали, попробовали. Да, такой перечень на самом деле есть. В первую очередь это основные инфраструктурные сервисы, которые могут дать много полезной информации. AD, DNS, DHCP. Для начала можно начать с этого, потому что там уже достаточно много, может быть, всего, но понятно, что нам собирать нужно не все подряд. Иногда источники нужно донастроить, то есть у нас там есть различные рекомендации по донастройке источников, потому что некоторые события просто не идут, они очень нужны. Дальше нужно посмотреть на сеть, то есть и собирать уже события сетевого оборудования. Конечно, нам, опять же, нужно не все подряд. Какие-то небольшие коммутаторы, маршрутизаторы нам вообще не интересны. В первую очередь интересует сетевое оборудование, где проходит наибольшее количество трафика. То есть это ядра сети. На самом деле это ядра сети, это будет лучшим вариантом. Ну, оно чаще всего не одно бывает. Для наблюдения за событиями там с трафика это вот прям отлично подходит. Кто, куда, когда обращался, подключался. Дальше необходимо подключить также и пограничное сетевое оборудование для контроля соединений с внешним миром. То есть там не шатевой экран, VPN, GFW, там WAV, в зависимости от того, если он есть. Вот это основа. Дальше идет индивидуализация. То есть в зависимости от имеющихся из-за их компании и приоритизации источников, что нужно было сделать еще до внедрения СИЭМ. Следует подключить информационные системы, которые были отобраны как критично важные для бизнес-процесса. Поскольку их от кастом или компрометация она же может привести к серьезным рискам, и потерям, мы это все прекрасно понимаем. Мы тут все пытаемся обеспечить работу бизнеса. Поэтому это очень важно. Сюда могут относиться сервера, рабочие станции, базы данных и так далее. То есть все, что сюда подходит. Что же касается СЗИ, то там относительно IT-инфраструктуры и информационной системы их обычно сильно меньше. На практике подключают все имеющиеся СЗИ, но там PAM, IDAR, NTA, антивирус, это нужно все. Но предварительно стоит фильтровать события, не отсылать вообще все подряд. То есть нам интересны, в первую очередь, алерты, инциденты в рамках этих СЗИ. То есть если они это могут генерировать, это самое главное – это сливки. С фильтрацией событий обычно проблем не возникает. Это можно делать либо на источнике, либо сейчас эта тенденция активно распространяется на CM-системах. Там уже тоже можно находить события фильтровать. Ну вот в таком порядке. А как ты смотришь на такой вариант сбора данных, чтобы собирать как можно больше событий, то есть максимально лить вообще все в некое там озеро данных, назовем это так, да, а потом выборочно уже сфильтровать это все на коррелятор, корреляцию событий, но при этом у тебя есть большая возможность для дальнейшего какого-то постанализа и расследования, имея огромный массив данных. Вот такое в практике вы делали? Ну, тут на самом деле реализация такая-то вполне возможна, но здесь все сильно встает в количество объемов хранения. Вы же понимаете, что CM-системы, они сами по себе очень прожорливые, и когда мы не фильтруем ничего на входе просто для того, чтобы мы это положим, и может быть в ретроспективном анализе это нам пригодится. Ну, имеет место быть, если вы готовы обслуживать такой парк дисков, в принципе, но сама вот гранулярная выборка на уровне источников, она вас освободит от этих вот тратных, от этих объемов, да, вы можете, в принципе, выбрать сразу себе события с учетом ретроспективы, которые вам нужны. Понятно, что хранить события надо, то есть их хранят там сервисы, выйти по полгода и год и больше, да, это нужно. Но отсылать все подряд, вот это, мне кажется, главная такая проблема, от которой надо уходить. Нужно готовиться к подключению CM, внедрению CM и подключению к SOHO нужно готовиться. Тогда всем сторонам, на самом деле, гораздо легче. Ну да, вот про подготовку, важно также, наверное, и готовиться к реагированию, о чем, собственно, у нас вопрос, да, про реагирование. И, в первую очередь, что нужно делать, на твой взгляд, при обнаружении какого-то потенциального инцидента, при обнаружении какой-то аномалии, как должна действовать команда SOHO, то есть, потому что обычно, ну, очень часто, я что вижу, да, возникает некая паника, неразбериха, вот, теряется время, зачастую там счет идет на какие-то часы, здесь это серьезная атака, да, и нужно все делать четко, слаженно, быстро. Да, ну вот, все правильно вы говорите, я на самом деле. Обычно на такой случае как раз и разрабатывается регламент реагирования, да, где прописан сценарий в зависимости от критичности инцидента. Но давайте пойдем по пути небольшого чек-листа. То есть, что нам нужно делать? Во-первых, при обнаружении инцидента, там, его подтверждение, первое, нужно уведомить руководителя отдела. Если это внутренний SOHO, если это внешний SOHO, он обязан просто сразу же сообщить заказчику о том, что инцидент не просто обнаружен, но и подтвержден, то есть это не false positive, да, туда сразу же автоматически делается выгрузка основных там важных данных, то есть предполагаемый источник, атакуемые активы, кратенько что происходит, и необходимые артефакты, файлы, хэши, задействованные домены, IP и так далее. Дальше, в случае, если у аналитика есть право и возможность реагировать, то мы изолируем хост-сети. Естественно, мы изолируем тот хост, который предположительно является по первичным данным нулевым пациентом, и продолжаем осуществлять анализ и очистку уже этого хоста с поиском входной двери злоумышленника, то есть откуда он зашел, нам нужно понять. Изоляцию можно произвести как с помощью, например, ЕДАР-решения, это часто делается так, с помощью оперативной перенастройки сетевого оборудования. Мы тоже дали опыт, когда просто перекидывали этот хост в отдельный ВИЛАН, который специально заранее создан, откуда и никуда доступа нет вообще. То есть полностью изолируется и все. Понятно, мы дальше производим расследование, поиск. После обнаружения причины производим ликвидацию последствий, ликвидацию инцидента, очистку от предоносного ПО, следов к пребыванию злоумышленника и закрытие точек проникновения, которые мы нашли. Ну и потом уже отчетность, анализ последствий, ущерба, который был нанесен. Смотрим, было ли горизонтальное распространение, не успели бы мы его поймать или нет. Готовим отчет для внутреннего анализа, и там уже рекомендация по улучшению безопасности, чтобы такого больше не было. Важный момент один. Этот сценарий будет работать только в случае обнаружения прямо сейчас. То есть совсем иначе нужно действовать в случае, если злоумышленник находится в инфраструктуре уже несколько недель или месяцев, как это бывает, экстренное отключение скомпрометированных хостов способно подтолкнуть его вот прям к оперативным действиям, вплоть до деструктивных. Поэтому так можно всю инфраструктуру в моменте потерять. Тут нужен наблюдательный уже будет подход, поиск всех точек управления и проникновения, чтобы отключить их все разом. Действия нужно очень аккуратно, и не показать, что вы вычислили, иначе можно прям наворотить дело. Да, 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 это хорошее замечание. Ну и, наверное, последний вопрос. Об этом у нас Максим будет в своем докладе, я, что уверен, более подробно заговорить, про важность киберучений, и как киберучения могут проверить, что вообще, насколько ваш сок находится в тонусе, насколько он эффективен, и как вообще эти киберучения на практике лучше проводить. Вот такой короткий комментарий у тебя в презентации об этом было, поэтому хотел бы спросить. Ну да, киберучения на самом деле вещь уже интересная. Мы проводили, ну там уже Максим подробнее расскажет, были кейсы, когда мы проводили киберучения, и понятно, что соки об этом никак не уведомляются, то есть просто происходит тестирование, да, потом приходят результаты, и нужно понять, если мы отловили, все ли мы отловили, и поэтому происходит некоторая корреляция. То есть мы берем уже там готовый отчет, например, да, по результатам проведения киберучений, и сводим это с тем, как средства защиты отработали, и все ли увидели аналитики, то есть все ли мы вообще увидели в рамках корреляции, в рамках алертов, в рамках формирования инцидентов, либо мы это увидели просто в виде событий, которые почему-то никак не задетекчены были, да, и доработали ли здесь аналитики. Если они увидели, как быстро они среагировали на это, то есть тут ведется прям довольно большая аналитическая работа. Ну, я думаю, Максим про это поподробнее еще расскажет сегодня. Да, хорошо, спасибо. Давайте выведем на экран результаты первого опроса. Мы спрашивали, в случае использования внешнего стороннего мониторинга ИБЭК, кто должен реагировать, с вашей точки зрения, на инциденты? Ну вот, результаты интересные. Здесь 71% ответили так, что должны среагировать совместно и с внутренней департаментом ИБЭК со стороны заказчика и сам подрядчик. 10% что сказали за подрядчика, тот, кто мониторит, тот и должен среагировать. 14% за то, что должен это делать кто-то ответственный в департаменте ИБЭК в стране заказчика и 5% затруднились ответить. Про автоматизированное среагирование, заметьте, не высказался, по крайней мере, в нашей аудитории никто, что тоже очень показательно. Мы дальше об этом еще поговорим. Я сейчас передам слово следующему спикеру. Аш, Михаил, тебе большое спасибо. В конце мы еще пообщаемся совместно. Сейчас я передаю слово Константину Смирнову, советнику управляющего директора по бизнес-консалтингу, который расскажет о подходах к созданию соков от пользовательных технологий. Константин, тебе слово. Да, коллеги, здравствуйте. Меня зовут Константин Смирнов. Мы поговорим про такой подход к созданию соков, а точнее даже к его проектированию, что является в свете сказанного, допустим, Михаилом, очень важным таким моментом. Ну, давайте следующий слайд, пожалуйста. Да, ну, три слова про себя. Значит, я, по сути, по образованию инженер системотехник, который часть своей карьеры работал в IT-инфраструктуре, вот, а вторая часть как-то плавала в информационную безопасность. Вот, и таким образом, в общем, с такого двойного взгляда на мир мне это отчасти помогает в разработке и трансформации центра опасностей для соков или ЦПК, как мы теперь называем в позитиве. Вот, следующий слайд, пожалуйста. Вот, итак, ну, что такое сок или как мы в позитиве это называем ЦПК? Вот, сок – это совокупность процессов, людей, технологий, которые оказывают какие-то сервисы в сторону своего заказчика. То есть это не обязательно заказчик, значит, заказчик какой-то, ну, во вне компании, это, может быть, заказчик, значит, внутри, вот, но все равно как бы он заказчик. Вот, и ради чего вообще все это делается? Да, это делается для того, чтобы, значит, инциденты информационной безопасности случались как можно реже, были как можно меньшего, значит, размера, вот, и главное, чтобы мы не допустили никакого критического ущерба для компании. Ну, или, как мы называем это в нашей компании, не, значит, чтобы не случились недопустимые события. Давайте следующий слайд, пожалуйста. Вот, ну, вот, если так посмотреть, значит, с вертолета, как выглядит, может выглядеть сок, вот, то мы видим, ну, с нашей точки зрения, вот, то мы видим, значит, что у нас некий продуктовый, значит, продуктовый стэк, вот, который поддерживает процессы, вот, процессы эти выполняются, значит, какой-то, какой-то группой сотрудников, вот, все эти процессы, значит, интегрируются с процессами внешними из ИТ и ИБ, и, соответственно, они оказывают какие-то сервисы в сторону, опять-таки, того же ИТ и ИБ, более широкого лифта, в сторону, соответственно, владельцев информационных активов, систем, вот, и, соответственно, что делает сок? сок взаимодействует с инфраструктурой, вот, часть реагирования на инциденты, устранение уязвимости, вот, и что он получает? Естественно, как уже сказал очень подробно предыдущий оратор, вот, это, значит, событие информационной безопасности, естественно, что очень важно, это информация об активах, то есть, чтобы избежать вот той самой неразберихи у нас, там произошел какой-то инцидент, а что это, значит, где это и так далее, вот. Ну и что еще делает сок? сок, естественно, получает всякого рода обновления, вот, это как поддержка средств защиты информации, чисто техническая, так и разного рода security content, то есть это, например, всякого рода правила, вот, там для CEM, там, может быть, для DLP, там, для IDS, IPS и так далее, вот, и разного рода информация об угрозах, вот, всякие репутационные, значит, списки, на которые, значит, мы подписаны, чтобы знать, чтобы быть в курсе того, что происходит вокруг и каким-то образом на это тоже реагировать. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, тут такая вот простинка, да, и вот как обычно, как обычно строится сок? Ну, естественно, все начинают с проектирования, вот, пишется задание, дальше, значит, строится, строится либо трансформируется сок, ну, потому что редко, как бы, уж прям совсем, совсем ничего нет. Вот, вот, обычно компании, которые доходят до необходимости построения, значит, сок, они, естественно, понимают, что они уже давно как-то реагируют на инциденты, вот, естественно, какие-то процессы, практики у них уже есть, и, в общем, все это строится не с нуля, и обычно какая-то трансформация. Дальше происходит эксплуатация, значит, этого вот построенного новенького сока, вот, нарабатываются какие-то, значит, практики, проходит расширение возможностей, допустим, автоматизируется вместо ручного, проходит автоматизированное реагирование, дальше опять продолжается эксплуатация, вот, и, значит, дальше доходит он до какого-то момента, и опять, значит, все продолжается по новой. Вот, ну и как на мемной этикетке шампуню, wash, rinse, repeat, то есть, значит, намыльте, прополоскайте, повторите заново. И все бы ничего, вот, но часто такая процедура, она немножко затратная, да, и вот и почему. Давайте следующий слайдик. Ну, почему, вот почему. Потому что вопрос здесь в цели указания, как совершенно справедливо, опять я сошлюсь на них, мы начинаем подключать источники, вопрос, а вообще что мы подключаем, какие источники нам нужны. Понятно, интуитивно мы смотрим на разного рода, значит, ключевые компоненты нашей IT-инфраструктуры, значит, это сервис каталога, там это может быть какие-то там сетевые пограничные устройства, ядром сети, какие-то там важные серверы и так далее. Хорошо, ладно, мы-то там что-то тут собираем, а мы, собственно говоря, вообще смотрим на что, то есть, мы, значит, для чего мы это собираем события, например, чего мы это анализируем. Ну, естественно, как правило, значит, в Сиемах существует определенного рода набора правил или пакет экспертизы, как мы называем в позитиве, вот, но мы сами себе, как компания, должны отвечать на вопрос, то есть, мы вообще на предмет чего смотрим эти самые события, вот. Ну, естественно, вопрос отсюда вытекает, а какие у нас приоритеты, то ли мы здесь должны мониторить, то ли там, потому что, как правило, возможности наши по внедрению мониторинга не бесконечны и сразу прыгнуть во все стороны не получится. Вот. И вот тут возникает, конечно, вопрос, то есть, вот на что мы смотрим, ради чего и какой у нас приоритет вообще в развертывании мощностей нашего сока. Вот. И каков же ответ? Следующий слайд, пожалуйста. Ну, с нашей точки зрения, ответ является вот, ответом является вот что. То есть, мы когда смотрим с вами на, значит, на недопустимое, то есть, на разного рода деятельность, деятельность разных компаний, деятельность разных компаний, возможно, такие события, которые могут привести эту компанию к очень нехорошим последствиям. Вот. Ну, значит, допустим, если это там финансы, там какой-то банк, да, то, значит, если этот банк там какое-то время не будет проводить платежи, его оштрафует регулятор, от него побегут клиенты, он там деньги потеряет, допустим. Вот. Вот. К примере, как здесь у нас с вами на экране, у нас есть какая-то логистическая компания, вот, которая, значит, со склада что-то отдает, вот, и, значит, соответственно, что у нас может произойти, да, у нас есть система управления складом, вот, и вот эта система управления складом может реализовать наше недопустимое событие. Это нарушение доставки сырья или товаров на какой-то там срок более чем. Вот. Потому что эта система управления складом, она, значит, кладочкам, которые пакуют, ну, на палеты складывают там всякого рода или в коробке, значит, какие-то заказы, у вас огромный склад, вы там без этой системы совершенно точно не знаете, где жить. А если знаете, то руками все это доставать, вот, потому что автоматизированные погрузчики, они тоже, значит, как правило, работают вместе с этой системой. Вот. Это все у вас будет очень сильно, если не прекратит, то очень сильно замедлит. Все уж результат потребитель не получает, организация проседает в доходах, там получает штраф и так далее. Вот. И, значит, эти недопустимые события, они могут происходить по разного рода сценариям. И вот такие вот сценарии, да, пример, значит, цепочки такого, таких событий, которые приводят, значит, к нехорошему воздействию на нашу систему управления складом, вот, приведена на экране. Вот. И, соответственно, значит, дальше, что мы с этими недопустимыми событиями делаем и чем построение СОКО обычно отличается от, значит, соответственно, от построения ЦПК, Центра предотвращения киборогруз на основе этих недопустимых событий. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, то есть важная, как бы, здесь важная часть, это, значит, мы, опять-таки, начинаем с определения недопустимых событий, вот, и дальше мы анализируем текущее состояние, держа обязательно в уме эти самые недопустимые события, их сценарии и системы, которые, значит, эти недопустимые события могут вызвать, будучи, значит, будучи атакованы, да. И, значит, анализируем текущее состояние, как с точки зрения функциональной, да, допустим, есть у вас там реагирование на инциденты, там, как процесс или нет, там, есть у вас, допустим, управление источниками или нет. Вот так и с точки зрения покрытия, допустим, мониторингом и техническими всякими, всяким родом, значит, средствами информации, вот, вокруг тех самых целевых систем. Вот, и как только мы понимаем, значит, текущее состояние, мы определяем состояние, опять-таки, держа в голове, что у нас есть приоритет в зрении, значит, что мы должны в первую очередь смотреть, что покрывать мониторингом и на что реагировать. Вот, и дальше, значит, мы строим, мы рисуем программу трансформации, которая, по сути, является портфелем проектов, вот. Вот, и дальше, значит, строим, значит, строим наш ЦПК, слэш сок, вот, в соответствии с этой программой эксплуатируемый, дальше, значит, как, значит, уже есть коллеги упоминали, мы кибер-ручим, баг-паунти, но тут садка на именно эти недопустимые события. То есть, значит, соответственно, если эти недопустимые события реализовать удалось, значит, мы молодцы и построили сок надлежащим образом. Следующий слайд, пожалуйста. Да, вот тут, к сожалению, что-то у нас с графикой нехорошим получилось, вот, съехал, ну, ладно. Вот, значит, сок состоит из, с нашей точки зрения, мы, как бы, проектируем сок, глядя на четыре разных модели. Вот, значит, первая модель вверху, это у нас модель сервисная. То есть, сервисная модель, это самое важное, потому что человек должен понимать, то есть, собственно говоря, какие сервисы ему нужны от этого самого сока. То есть, вот, там, нужен ему там средхантинг или не нужен. Вот, реагированные инциденты, значит, естественно, краеугольный камень, вот, мы должны с него начинать. Вот, и так далее. То есть, мы, по сути, выбираем, что для нас этот сок будет делать. Значит, внизу у нас есть такая картинка, это операционная модель. По ней мы фактически рисуем маркером и говорим, что вот эта часть мы, вот эту часть мы сделаем там в этом году, эта часть в следующем году, а эта часть нам не нужна. Вот здесь у нас, допустим, будет аутсорсинг, здесь инсорсинг. Вот, и, значит, соответственно, таким образом мы можем быстренько-быстренько нарисовать целевое описание нашего сока. Слева у нас с вами мы рисуем процессную модель, мы помечаем на процессной модели, то у нас, значит, какие процессы мы хотим, вот, базируясь уже на сервисной операционной модели, вот, и какие из них будут автоматизированы, а какие, предположим, нет. Ну, обычный, может быть, просто ручный регламент. И справа у нас получается ролевая модель, которая соответствует, значит, выбранному нами набору сервисов, процессов. Вот, соответственно, эта ролевая модель, это те самые роли, которые будут участвовать в процессах. Таким образом у нас с вами, получается, технологические некие, значит, некие выскоуровневые дизайны делаются, и, соответственно, рисуются вот эти, которые, значит, сверху ложатся на, значит, на эти выскоуровневые технические дизайны. Вот, вот такие вот люди, вот такие процессы опираются на такие технологии и делают, вот они предоставляют такие сервисы. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, ну, первым делом, первым делом, значит, это, значит, сервисная модель, как я сказал, вот она состоит, я извиняюсь, как бы у нас скачало что-то с графикой, но у нас будет доступна для скачивания вся эта презентация. Вот, мы не переживайте, вот вы сможете в офлане это все рассмотреть. Вот, значит, вот у нас есть некий набор сервисов, вот, и дальше, следующий слайд. Вот, и для каждого сервиса у нас описывается это его, его, значит, область, то есть, что он покрывает, вот, там границы, какие-то параметры, результаты этого сервиса, метрики какие-то, которые этому сервису присущи. Ну, предположим, если это у нас реагируемые инциденты, то у нас какие могут быть метрики? Это время ожидания в очереди, то есть, как быстро мы хватаем этот сервис, то есть, этот, значит, заявочку типа инцидент, вот, и как быстро мы должны ее обработать в зависимости от приоритетов. Ну, и разного рода параметры, значит, которые, значит, которые этот сервис описывает, вот, и, соответственно, какие люди должны, какая экспертиза должна быть у людей, которые, значит, сервис предоставляет. Ну, и дальше там разного рода артефакты, там, всякие там документы, регламенты, там, и так далее. Вот, следующий слайд, пожалуйста. Вот, дальше, значит, модель. Вот, как я уже сказал, эта модель, она нужна нам на стадии проектирования и на стадии оценки зрелости текущего состояния и, значит, выбора состояния. То есть, по сути, здесь вы можете фломастером, условно говоря, пометить приоритеты того, что, когда мы делаем, вот, и, соответственно, что нам не нужно, какой у нас будет аутсорсинг, инсорсинг и так далее. Вот, правая ее часть – это IT и бизнес, но она нужна только для того, чтобы мы могли, допустим, если мы проектируем процессы, то мы могли ссылаться на правой части модели. Допустим, если у нас есть взаимодействие в процессе реагирования на инциденты, эскалация в сторону непрерывности бизнеса и ITDR, вот, то мы, как бы, просто делаем. Соответственно, как видите, она поделена очень похожей на сервисную модель, то есть у нас сверху есть управление, значит, у нас есть сервисы сами в серединке, вот, и, соответственно, управление сервисами и эксплуатация самого SOC-ЦПК, то есть те же самые пресловутые дизайн, билд и рам. Вот, ну и внизу у нас автоматизированные платформы, ну, то есть это не конкретные названия конкретных там каких-то средств защитной информации, это у нас с вами классы решений. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, и, значит, вот здесь у нас пример, как раз, когда мы с помощью, значит, операционной модели мы анализируем, анализируем текущее, значит, состояние, мы с помощью специальных опросников оцениваем зрелости по каждому из этих квадратиков и раскрашиваем его в разные цвета по опроснику. Вот, и дальше у нас получается с вами такое пестренькое лоскутное одеяло, вот, которое показывает, где в каком состоянии находится у нас та или иная функция. Вот, если у нас функция нам не нужна, мы просто ее не рассматриваем, значит, соответственно, цвета в ней никакого нет. Вот, у нас возникает некий ранжированный список проблем, который вытекает из красного цвета этой области, либо еще из каких-то соображений. Вот, и дальше, значит, мы на основании этого списка проблем, а также всякого рода там наших бизнес-драйверов, вот, мы формируем текущее состояние. Следующий слайд, пожалуйста. Пример, вот пример, коллеги, значит, пример ролевой модели, которая может получиться. Она абсолютно не высечена в камне, вот, в зависимости от риотной, значит, конкретных, конкретных всяких, конкретной ситуации в компании, она может очень здорово меняться. Например, иногда бывает, что часть из функций мониторинга может вообще выполняться, выполняться IT. Допустим, L1 может быть смешанной, смешанной функцией T и B. Такие случаи тоже бывают. Вот, но очень важно, как бы, понимать, что, во-первых, это сразу все не нужно, вот, и второе, это то, что вы видите перед собой роли, а не конкретные позиции. То есть один и тот же человек, особенно в начальных уровнях, может и то, и другое выполнять одновременно. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, аналогично процессная модель. Вот, здесь у нас могут быть разного рода процессы, да, мы циферками указываем приоритеты, вот, и, соответственно, мы указываем, значит, флажками, там, какое оно, соответственно, автоматизированный, соответственно, процесс или нет, или он полностью ручной, вот, и вообще, может быть, мы этот процесс там не реализуем и не делаем. Вот, это нам помогает, все это нам помогает правильно построить нашу программу трансформации. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, и вот мы, значит, вот это все определили целевое состояние, вот, и дальше мы определяем текущее состояние. Ну, вот мы такие оптимисты, здесь у нас все зеленое такое получилось. Вот, мы хотим, чтобы у нас сразу все четвертого или пятого уровня зрелости было. Вот, и рисуем такую большую диаграмму ГАНТа, вот, там на три года, на два года, значит, вот, которая показывает, как мы, значит, где начинаем, где заканчиваем, вот, и, соответственно, значит, как мы группируем все эти активности, какие-то крупные проекты. Вот тут у нас, допустим, пореагировали на инциденты, вот тут у нас там по управлению уязвимостями и так далее. Вот. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, ну и какой, значит, у нас с вами получается итог? Итог получается такой, что у нас есть разного рода высокоуровневые дизайны, вот, которые базируются на текущем состоянии, на всякого рода бизнес-драйверах, на желании клиента, на ограничениях. Значит, определяем, вот, определяем порядок внедрения, значит, процессов, технологий, найма людей, вот, и у нас получается такая вот картинка, которая показывает итоговый портфель проектов и, соответственно, всякие вот там характеристики, типа там трудоемкости, там стоимости по различным категориям. Вот у нас столько капекса, столько опекса, вот, и так далее. Вот. Ну, главное, что эта программа является исходным материалом для формирования технических заданий уже на внедрение, на внедрение СОКа на последующих стадиях. Ну, вот, собственно говоря, наверное, и все. Вот. Давайте, это следующий слайд, можно вопросы и ответы. Да, Константин, большое тебе спасибо, классная презентация, несколько вопросов к тебе есть, в том числе и из чата, но я начну, наверное, со своего. Вот, вот, когда слушаешь твою презентацию, возникает впечатление такое, что построить свой СОК, это и сродни там запуску ракеты в космос, выглядит прямо как-то немного пугающе. И рулевую модель надо сделать, и процессную, и кучу там всего продумать, по этапам расписать, кучу СЗИ там закупить и настроить и так далее. Хочется, очевидно, чтобы кто-то с этим помог, как с ремонтом, да, взял на себя часть вот этого головняка. И может ли здесь компания Passive Technologies с этим помочь, взять на себя вот всю вот эту, ну, назовем это так, рутину и с продумыванием, с проработкой, с созданием СОКа для заказчика? Ну, естественно, может, то есть мы, значит, мы, мы и наши партнеры, значит, помогаем, мы можем помочь нашим заказчикам вот в подобного, подобного рода активности. Вот, ну, я бы хотел сказать, что на самом деле, ну, как мы, у нас есть отдел бизнес-консалтинга, который может помочь, и не только он, вот, который может помочь в оказании подобного рода, ну, подобного рода услуг. Я бы хотел прокомментировать здесь еще один момент, который Илья сказал. Это все не так страшно, как выглядит. Здесь важная часть – это нужно структурировать все свои, вот всю эту трансформацию, переход нужно структурировать. Вот, и структурирование этого перехода – это как раз вот то, в чем, в чем мы можем помочь лучше, лучше всего. Так как мы понимаем, у нас есть некая синергия, понимание методологии, как строятся такие СОКи. Мы понимаем, у нас есть большая экспертиза с точки зрения, значит, анализа и реагирования на инциденты, у нас есть продукты. То есть, понимая вот все эти важные вещи, мы, конечно, считаем, что мы можем оптимально помочь нашим заказчикам с точки зрения построения таких вещей. Да, ну вот смотри, тут еще вопрос есть из чата на эту тему про создание СОКа под ключи, да, потому что вот ты там про недопустимые события в самом начале говорил. Здесь же тоже, мне кажется, заказчикам зачастую нужно помочь в виде некого консалтинга, осознать, какие для них события являются недопустимыми, а потом на основании этого уже строить СОК, выстраивать процессы и многое другое. Да, вот с этим наиболее важным знанием, как быть, это все равно только сам заказчик должен это сделать, или вы тут тоже можете как-то подсказать, направить? Можем, конечно, мы можем подсказать, мы можем, это у нас есть отработанная методология, то есть мы проводим ряд семинаров с заказчиками. Вот, это, ну, отнимает некоторое время, не очень длительное, вот, мы организуем ряд семинаров, вот, выдвигаем разного рода гипотезы, обсуждаем эти гипотезы, в результате у нас получается успех недопустимых событий, вот, верифицированность заказчику, а также понимание, какие могут быть сценарии реализации этих недопустимых событий, вот, вплоть до, значит, целевых систем, воздействие на которых может привести, ну, в рамках сценариев может привести к этим недопустимым событиям. Да, безусловно, да. Спасибо, и следующий вопрос. Да, вот, у меня вот очень важный компонент для эффективной работы СОКа – это контент и детектирующая логика. И, очевидно, что если заказчик сам идет в эту историю, то он, конечно, что-то может купить, подключить там какие-то фиды, там, подключить ИКИ, но это только часть проблемы, да, что нужно все равно писать правила корреляции, что нужно все это делать, и это занимает, очевидно, много времени. Как с этим быть, и есть ли здесь тоже какая-то, может быть, палочка-свыручалочка, какие-то сервисы от вашей компании, которые могут с этим помочь? Есть, конечно. То есть, вот, можно себе представить следующим образом. То есть, вот мы там поставляем наш продукт флагманский, значит, наш MaxPatrol CM, вот, у него существует внутри пакета экспертизы. Вот, мы, значит, эти пакеты экспертизы периодически обновляем. Но, вот, в случае, если, допустим, у заказчика возникнет нужда в каких-то, в кастомизации этой экспертизы, то есть, это, или как хотите называть, security content, вот, мы, здесь два пути есть. Первое, это мы можем научить заказчика, как это делать, то есть, допустим, взять представителя заказчика, и, значит, пригласить его на обучающие курсы, вот, чтобы, значит, сотрудники научились это делать сами. Второе, если, допустим, это нужно очень быстро, вот, то у нас есть такая услуга, как мы, значит, мы это, значит, предлагаем как некие сертификаты, вот, и при покупке таких сертификатов, вот, мы разрабатываем, кастомизируем этот контент под нужды заказчиков, вот, но, значит, в самом правильном, ну, путем будет учиться, учиться, еще раз учиться, вот, именно, значит, тому, как, как это делать самостоятельно. Но, опять-таки, случаи бывают разные, и мы на разных, в этих разных случаях можем подстраиваться под нужды клиента. Хотите учиться, научим. Если вам нужно это, значит, сделать, мы, как бы, поможем вам написать, написать такую экспертизу, как вы хотите. Да, хорошо, спасибо. Я здесь хотел бы, Михаилу, тот же вопрос еще задать. Компания Шлакстел помогает как-то своим заказчикам с детектирующей логикой? Тебя не слышно. Микрофончик. Да, все, извиняюсь. Да, конечно, то есть о том, что я говорил на докладе, да, о том, что нужно производить подготовку к внедрению СИЭМ, подготовку к подключению соки. Мы это тоже делаем, делаем, помогаем заказчику выявлять те самые недопустимые события, про которые Константин рассказывает, да, и тем самым позволяем ему там выбрать те информационные системы, которые являются критичными в зависимости от специфики бизнеса, которые есть. То есть мы проводим некоторый, ну, предаудит, назовем его так. Это не совсем аудит полноценный, да, это что-то поменьше, но это позволяет нам, во-первых, погрузиться в инфраструктуру заказчика, во-вторых, показать ему с точки зрения нашего опыта, что является, по нашему мнению, на основе анализа их недопустимыми событиями, да. И согласовать, естественно, эту схему итоговую, и на основе этого уже двигаться дальше с точки зрения построения сок, рекомендаций по СИЭМ там и так далее. Да, хорошо, спасибо. Константин, вот там еще был у тебя такой интересный слайд про шелевую модель и позиций, что ролей, назовем это так, с правильными терминами, достаточно много. Складывается впечатление, что там нужно несколько десятков человек, чтобы это заработало. Как на практике, собственно, это дело, что действительно нужно готовиться к такому большому количеству штатных единиц для того, чтобы сок нормально заработал. Да, вот этот слайд, спасибо. Да, это же, ну тут, Илья, надо понимать, что это некое целевое состояние, вот, и эта картинка для достаточно большого, для достаточно большого сока, если мы выбираем для начала не очень широкий функционал, вот, если мы растем постепенно, вот, то из этой картинки, наверное, нужно процентов 30 ролей, может быть, не больше. Для старта. Вот, и я подчеркиваю, да, для старта, вот, и я подчеркиваю, что это не позиция, это роли. У вас может один и тот же человек носить одновременно несколько шапок. То есть это роли, вот, это не позиция. Позиция для старта, в зависимости от того, сколько у вас, ну, во-первых, в зависимости от того, сколько у вас, допустим, поток инцидентов, мы можем помочь посчитать численность. Вот. Но в этом случае, допустим, если у вас поток небольшой, и тут все зависит еще от количества смен, вот, но команда для старта может быть и не такой уж и большой. Там может быть 10-12 человек. Может быть и меньше, если вы часть функции передадите на, допустим, на аутсорс. Тут все зависит, тут все зависит от конкретного, конкретного случая. Да, хорошо, спасибо. Там, на самом деле, интересный еще вопрос для дискуссии. Наверное, мы в конце его еще поднимем. Как на эту астролевую модель накладывается как раз схема гибридного сока, что из этих астролей легко отдается на аутсорсинг, а что по умолчанию вы должны оставить у себя внутри команды. Да, вот просто интересно, что будет об этом поговорить. Давайте оставим это чуть-чуть на потом. А сейчас, Константин, большое тебе спасибо за интересный доклад и ответы на вопросы. Есть еще, вот, на самом деле, я вижу вопрос по поводу баг-баунти. Неожиданно ты, там, на одном из слайдов упомянул, и вот зрители не очень понимают, а какое это отношение имеет баг-баунти к теме security operation центров и то, что мы сегодня обсуждаем. Прям очень коротко объясни, пожалуйста. А там вот коротко, там же было написано, что баг-баунти на недопустимые события конкретно. То есть мы же говорим, если вы найдете что-нибудь, что может привести к недопустимому событию, вот, то, вот, значит, вперед, как бы только... Это и будет тем самым критерием, который мы используем для оценки эффективности сока. То есть вы что-то находите, что может... Потому что сок, внимание, это не только реагирование на инциденты. Сок – это еще управление уязвимостями. Помните, там стрелочка в самом начале мы написали? Вот. У нас есть часть процессов, которые отвечают за управление уязвимостями и управление активами. Вот. Поэтому не следует забывать и об этом. Потому что, с нашей точки зрения, три кита, на которых стоит сок – это инциденты, активы и уязвимости. Хорошо, спасибо, Константин, тебе еще раз. И я передаю тогда слово Михаилу Оглоблину, директору по информационной безопасности компании FinTech IQ. Очень хочется аж выслушать другую сторону, поговорить с реальным заказчиком, у которого есть практика построения и использования соков. Михаил, вот ты два доклада сейчас выслушил. Очень интересно позадавать тебе несколько вопросов о твоем опыте. Может быть, ты что-то прокомментируешь еще, добавишь из того, что коллеги, что говорили. Ну, для начала, что скажи чуть-чуть о себе, о своей компании, насколько эта тема тебе вообще близка. Здравствуйте, коллеги. Действительно, было очень интересно слушать предыдущие доклады. Очень много отзывается о себе. Большой опыт достаточно в различных отраслях и компаниях. Весь, конечно же, в ВВБ. Опыт построения как процесса, так и системы управления ВВБ. Начинал в энергетике, потом это был федеральный ритейл, далее федеральный же телеком оператор связи. И сейчас я в компании FinTech IQ, которая занимается созданием, развитием, эксплуатацией финтех-проектов. Это эти компании. И в ней занимаюсь руководством ВВБ. Что касается опыта в SOC, то в свое время принимал активное участие в создании с нуля огромного большого SOC в своей большой компании предыдущей. Имел опыт, с другой стороны, построения SOC для внешних потребителей, но он намного более скромный. И в большей степени сейчас занимаюсь в настоящий момент подключением к внешнему SOC как заказчик наших текущих финтех-проектов. И поэтому, собственно, есть о чем рассказать. Давайте мы сейчас для наших зрителей запустим вопрос номер два. Какая из моделей организации SOC наиболее предпочтительна для вашей организации? Это собственный in-house SOC, коммерческий, полностью на аутсорсе, какой-то гибрид или, может быть, что-то иное. Обязательно пишите, голосуйте. И результаты через какое-то время мы покажем и прокомментируем. Ну, Михаил, тот же вопрос для тебя. Из-за того, что коллеги сейчас проговорили, из всех моделей, что выбираешь ты и какие тут плюсы и минусы у каждой из этих моделей? На мой взгляд, все перечисленные модели абсолютно точно имеют право на жизнь. Они просто подходят для различных бизнес-кейсов, инфраструктур, целей. И в зависимости от этого, собственно, и происходит выбор всегда. Если начать с самого простого, то собственный SOC внутри наиболее распространен. Как раз действительно и гармонично вписывается в компаниях. Это зрелый большой enterprise, когда есть стратегическое видение в области инфляционной безопасности на несколько лет вперед, когда есть большая команда ebay уже развитая соответствующими компетенциями. И есть возможность, а самое главное смысл, все это в долгую развивать и выделять соответствующий объем ресурсов немалый, понятное дело. Ну вот, если in-house SOC действительно интересно и многим хочется иметь это у себя, минус я вижу тут самое главное, что строить его долго, дорого и сложно. Как быть с организацией, которым нужен результат здесь и сейчас? Альтернатив тут для коммерческого SOC нету, то есть идти как бы в эту историю? Как раз текущая ситуация, наиболее близкая к моим боли и печалям. Для более молодых, динамичных, быстро растущих проектов, когда вчера был стартап, а сегодня это уже миллионные обороты, команда и система ebay не успевают за таким ростом. IT живет там по agile, ограниченный ресурс постоянно, и при всем при этом у тебя уже инфраструктура, огромный распределенный периметр тоже, очень большое количество сервисов, которые еще постоянно появляются новые. И основные сайты, которые генерируют основную прибыль, это работают, естественно, до 4 на 7, и при этом, с другой стороны, ты как в ЦИСе наблюдаешь, как твоих конкурентов друг за другом ломают, шифруют, и тогда нет времени абсолютно долгое, и какие-то модели строить, к сожалению, и нужна защита здесь сейчас. Тогда, наверное, для закрытия переручивных потребностей на каком-то раннем этапе развития имеет смысл выбирать сервисные модели, подключаться к внешнему СОП, конечно. Ну да, а есть ли здесь какие-то ограничения со стороны регуляторов? А у нас их достаточно много для разных отраслей. В первую очередь, там стэк, конечно же, есть ЦБ, который, наверное, тоже тебя как-то затрагивает, да, твою текущую организацию. Вот не будет ли такого, что мы пошли в сторону талсорсинга, а оказалось, что это там, что регулятор будет не очень этим доволен. Ну, в большей степени, да, регуляторный кейс есть. К аутсорсингу, вот как минимум ЦБ начинает не просто относиться хорошо, а уже начинает писать под эту регуляторку, которая в настоящий момент находится на рассмотрении в Думе. Но вообще, в целом, регуляторка здесь связана в основном с двумя моментами. Это значимый объект КИ, да, когда нужно обоциндентах интегрировать с ГОССОПКО и так далее, свои СИЭМы. И в моем случае это финансовые, конечно же, кейсы. Это банковский ГОСТ 57-580, это положение тоже ЦБ, ну и PCI и DSS. Во всех них, так или иначе, если не напрямую, то косвенно написано, что как минимум СИЭМ у тебя точно должен быть, ты должен обрабатывать инциденты постоянно, у тебя должен быть центр обработки, там, реагирования и так далее. И тут тоже, если стоит жесткий вопрос регуляторки, и тебе нужно обычно, когда ты открываешь бизнес в финансовом сфере, у тебя очень ограниченный срок, когда тебе нужно соответствовать, и у тебя, с другой стороны, нет больших ресурсов, чтобы полное соответствие сразу, там, досконально обеспечить, то, конечно, когда стоит вопрос времени и ресурсов, тоже может иметь смысл подключение, как минимум на первых этапах, внешнему соку, поскольку быстро с нуля большой сок внутри точно не построить, ну, тут, ну, никто спорить с этим не будет. Да, вот, еще, мне кажется, у многих возникают такие опасения, что если ты выбрал ту или иную модель, ну, например, пошел в сторону стаутсорсинга, то это навсегда, да, то есть все, ты уже как бы подсел на поставщика, и дальше ты будешь ему платить и перейти с этого на что-то другое будет проблематично. Так ли это? Есть ли вот этот какой-то осознанный путь перехода, там, не знаю, в гибрид, в инхаус, сок, на твой взгляд? Да, абсолютно точно есть, причем вполне, да, бывает в обе стороны. Бывает вполне логично, и когда у тебя есть внешний сок, и ты, у тебя развивается команда ИБ, появляется компетенция, появляется тоже логичное желание какие-то компетенции у себя выращивать, тогда ты идешь, там, сначала в гибридный сок, потом в целиком на инхаус. Ну, с другой стороны, не исключен и другой кейс, и я знаю тоже такие примеры, когда ты устаешь мучиться, там, со своим тяжелым, дорогим, и при этом ставшим неэффективным соком, и понимаешь, что, а почему бы не прийти на сервис, поскольку, ну, тоже может быть вполне оправданно. Все зависит от качества сервиса. Да, вот здесь вопрос из чата есть еще. Мы сейчас вернемся к моим чуть позже, да, с вопросом. Ну, вот я тебе прям хочу из чата вопрос задать, и спрашивает кто-то, да, а есть ли смысл начинать построение СОПа с такой, ну, я бы ее назвал классической сейчас уже и связки, когда ты сначала разворачиваешь у тебя СИЭМ, разворачиваешь СНГФВ, разворачиваешь, что возможно, ИДР, антивирусную защиту, управление доступом, ИАМ, там, какой-нибудь СИЭМ, а потом дальше уже как бы думаешь, что со всем этим делать, и идешь в сторону какой-то обвязки процессов, в Штороле, и то, что вот о чем Константин очень, мне кажется, классно рассказал. Как ты смотришь на такой вариант? Вариант нормальный, как я говорил, что если компания большая развивается в долгую, ну, единственное что, я бы немного изменил порядок, я бы ИДР и прочие системы управления ИБ все-таки внедрял до СИЭМа, поскольку наиболее ценные источники событий для СИЭМов, ну, там, за исключением событий операционной системы безопасности, это, конечно же, события систем управления информационной безопасностью с других. И более логично, мне кажется, путь все-таки развить базовые какие-то системы ИБ, и только потом уже внедрять СИЭМ, СОП и так далее, поскольку иначе зачем нужен дорогой большой СИЭМ, там, если ему нечего коррелировать? Ну да, вот с этого вопроса, не покупаете ли вы кучу всего лишнего, или не того, да, еще что, еще хуже, того, что на самом деле не очень подходит, потому что сейчас на рынке, там, одних СИЭМов с несколько десятков, да, я еще и позже об этом спрошу, да, чего не хватает в них. Но сейчас хотелось бы еще узнать вот из твоего опыта, какие, может быть, рекомендации ты бы дал для тех, кто только начинает свой путь в мир соков и хочет, там, или построить, или взять на аутсорсинг себе кого-то. Какие здесь возникают подводные камни, какие там ошибки могут люди совершить, на что обратить внимание? Ох, да, ошибок много, камней тоже. Наглядываясь назад, вообще, анализируя наиболее памятные какие-то грабли, наверное, да, можно выделить основные моменты, совсем уж так прям по основам. То есть, если это внешний сок, если принято решение о подключении к внешнему соку, то тут нужно отдавать отчет, что у тебя не будет расти соответствующая экспертиза внутри команды ИБ, ну, и это достаточно большая проблема, на самом деле, и ты будешь сильно зависеть просто от поставщика этого сока, и в случае, там, каких-то, там, разрыва отношений, ничего, у тебя просто будет простой, важный процесс ИБ, в одном из ключевых. Но при этом ты можешь в гибридном варианте, да, как раз это нивелировать этот недостаток и экспертизу себя оставить. То есть, есть, как бы, как раз именно для этого гибрид, в том числе, и нужен. Ну, и второе, что нужно понимать, у тебя тоже следствие, там, из первого, наверное, у тебя не будет возможности, у тебя, точнее, будет гораздо меньше возможности влиять на дальнейшее развитие сока, все будет целиком и полностью зависеть от поставщика, захочет он развиваться, там, предоставлять новые сервисы, услуги и так далее, или просто захочет, там, продолжать получать деньги, там, как бы, очевидно, что нужно очень тщательно выбрать поставщика, поскольку это тоже игра в долгую все равно. Но и при этом на старте, все равно, какой бы ты поставщика не выбрал, там, который, возможно, может сделать, там, все от и до, но надо понимать, что все равно потребуются значительные ресурсы внутри компании, в том числе и IT, и B, какие бы они там ни были скромные, для определения. То, про что как раз говорил Михаил, это очень важный момент, что нужно в первую очередь определить, что подавать в SOC, приоритизировать, какие источники в первую очередь нужны, чтобы не заливать его событиями, потому что, естественно, поставщики SOC внешнего по умолчанию заинтересованы в большом потоке событий, в больших EPS-ах. У них от этого цена зависит просто. И тут конфликт интересов, надо это понимать прекрасно и самому отдавать отчет, какую экспертизу привлекать со стороны и какую экспертизу, ну, внутри себя все-таки прилагать усилия для определения целей, приоритетов и, самое главное, источников, приоритизации источников вплоть до фильтрации даже событий с источников. В идеале, по-хорошему, нужно предфильтрацию на своей стороне производить. — Да, здесь еще про ресурсы. Что раз ты начал, да, хотел уточнить, как правильно заложить вообще бюджет и посчитать его, да, потому что, мне кажется, опять-таки продолжу аналогию со строительством и ремонтом. Ошибиться очень легко, а потом окажется, что, ну, денег на это нужно в 2-3 раза больше и с времени тоже, а у тебя этого нет, да. Вот, какие здесь советы ты бы дал? — Так сказать, я, мало того, я скажу, так, скорее всего, и будет, причем ошибка будет, скорее всего, в меньшую сторону, то есть, понадобится потом больше и больше денег, поэтому первая рекомендация закладывать всегда с запасом по верхнему уровню, как раз на непредвиденные расходы, на увеличение ЕПС, ну, и на масштабирование, потому что сок будет расти, там, поток событий будет расти, и он, вряд ли он когда-либо, в принципе, будет иметь тенденцию снижаться. Ну и, ну, естественно, постараться на старте, все-таки, наверное, с привлечением консалтинга, либо еще каких-то, там, сходить на референс, там, другим, там, большим уже инсталляциям. Ну, попытаться, да, проработать в рамках рисков проекта все, что возможно у него заложить, так или иначе. Какие-то модели, сколько-то время. Какие-то, может, гайды ты на эту тему не встречал, на что можно ориентироваться, какие-то там, не знаю, по полочкам, чтобы что заложить и посчитать это быстро? К сожалению, нет. Вероятно, даже если бы они были бы, они бы, ну, имели бы смысл какой-то. Это очень много. Может быть, коллеги позже ходят в дискуссии, еще подскажут, есть ли такой, мне кажется, вопрос интересный. И вот также про контроль эффективности ты сказал, что это такой прям важный и ключевой этап, что скажи, как правильно это делать и действительно встает, ну, такой вопрос, особенно в случае что-то сорсинга, я плачу как бы деньги, да, и немалые, а действительно ли там ребята работают, да, и действительно ли они чего-то с мониторой отслеживают. Как вообще это проверять и какой здесь процесс правильно выставить, вот я бы так сказал. Ну, вообще здесь, да, ну, здесь, конечно, нужно на старте об этом думать, потому что, опять же, это целиком и полностью твой личный, там, внутри компании это твой интерес, там, твой личный интерес как руководителя ЦИСа и в первую очередь, и уже там в последнюю очередь интерес поставщика услуг. Ну, тут классические методы, вот Максим, как я понимаю, после меня об этом расскажет, но чтобы мне, чтобы, что я для себя выбираю, это начиная, там, от сложности проекта, да, тоже банальный пин-тест на инфраструктуру, причем внешне, внутренне и параллельно, ну, называется редтивно, но по большому счету уже ближе к этому, ну, самый, наверное, простой, дешевый, периодически проводить, ну, раттим, тот же, на периодическом условии и так далее, то есть, надо понимать, что нужно контролировать не какие-то формальные метрики, там, сколько событий ты видишь, сколько инцидентов у тебя генерится, вот эта палочная система, а нужно именно проверять, насколько конечная цель твоя, удовлетворена, насколько твой сок видит атаки на тебя, насколько изощренные, там, насколько он покрывает матрицу митера атаки, да, хотя бы по трендовым, там, техникам, тактикам, поэтому, вот, но еще один момент, что хорошо при внешнем соке, как раз, когда тебя не внутри инфраструктуры он развернут, ты можешь достаточно быстро поставщика-то сменить, на самом деле, поскольку, если это не гибридная модель, даже, ну, в принципе, даже если гибридная модель, то второй раз построить, ну, там, при смене поставщика подключиться к его услугам, конечно, гораздо проще. Ты провел всю подготовку, у тебя есть опыт, у тебя все настроено, у тебя события отфильтрованы, и поэтому надо, конечно, использовать этот аргумент, когда с поставщиками заходит разговор о качестве, когда, там, какие-то, возможно, спорные моменты возникает. Да, нужно, наверное, заложить в этот момент договора передачи контента, то может получиться, я знаю, и такие случаи, что могут, как бы, контент и не отдать, и придется все начинать сначала, верно, да? Естественно, да. Но тут в идеале лучше всего в процессе работы соком этот контент периодически выгружать, так или иначе, в каким-то виде отчетов, в виде, там, еще каких-то документов, какие-то артефакты создавать. Да, хорошо, ну, и, наверное, под конец хотелось бы у тебя узнать вот мнение такой со стороны практика, да, чего не хватает сейчас на рынке для создания эффективного сока, вот, с твоей точки зрения, на твоем опыте, да, вот, что хотелось бы получить от поставщиков, от вендоров, где мы, как отрасль, недорабатываем и коллеги недорабатывают, что сейчас прям остро нужно? Вот, это моя любимая, наверное, тема, как и любого клиента. Ну, на самом-то деле, все достаточно неплохо, у нас на рынке странно не звучало, но, конечно, есть большие зоны роста, например, мне, чего мне не хватает, мне не хватает, прежде всего, более гибкой и предсказуемой ценовой политики, да, и прежде всего, с меньшим порогом входа, но это, в принципе, для всего нашего рынка информационной безопасности отечественного есть такой момент, что он всегда был, есть, ну, и для, для больших компаний, прежде всего, для больших, крупных клиентов и средним компаниям, даже не говоря уж про мелкие, там, вообще им делать нечего, зайти на него и, в частности, вот, построить у себя, подключиться к сегментам там сок, все равно, есть достаточно большой, высокий и входной минимальный уровень, и хотелось бы более, как раз, гибких решений, поскольку проекты бывают разные, и по объему, и по бюджету, и даже в одной компании может быть несколько разных инфраструктур, там, одна большая, одна отдельная, и они могут по-разному там бюджетироваться, и хотелось бы, как раз, чтобы у тебя всегда был более гибкий набор, там, решений, в том числе по стоимости, в первую очередь, вот, ну, хотелось бы больше сиемов хороших и разных, поскольку, так-то, конечно, их формально много, но на самом деле, наверное, не очень можно было бы побольше конкуренции на этом рынке, потому что конкуренция всегда хорошо, это и стоимость, это для заказчика в лучшей степени играет и функционал, ну, это тоже понятный вопрос, тут особо сильно остановиться не буду, хотелось бы, наверное, такая личная какая-то боль, с которой почему-то тоже часто сталкиваюсь, хотелось бы больше кастомизации в проектах подходов к заказчику, ну, например, в таких ситуациях, да, когда нужно подать события не просто там от конечных источников, там, с конечных серверов, там, с конечных сетевого оборудования, там, или из каких-нибудь суибов, а когда у тебя уже есть система лог-менеджмента, там, для других целей созданная, возможно, и тебе для того, чтобы подключить все это к Сиему, часто приходится параллельно с тех же источников подавать события и в эту систему, и в Сием, поскольку либо Сием этого не поддерживает то или иначе, там, твою архитектуру хранения событий, или там, твои коллектора событий, хотя они достаточно, как бы, тоже, там, ограниченный список, либо, там, интегратор, кто тебя подключает, не всегда может пойти на это, потому что это уже какая-то кастомизация, это какой-то кейс, который, ну, не вкладывается в понятие простого, да, это уже сложнее, это надо что-то придумывать. Вот в этом бы хотелось, как бы, то, чтобы шли навстречу. Ну, и с точки зрения как раз контроля, в основном, при подключении к внешнему соку, что у тебя есть? Это панель, там, Сием, там, панель ARP, там, Суар, там, в лучшем случае еще, и все, по сути, да, хотелось бы больше прозрачности, больше возможности контроля, автоматизированных каких-то метрик работы, чтобы ты больше видел, как оказывается тебе эта услуга, которая ты где-то на стороне происходит. Ну, и как подытожив, хотелось бы больше клиент-ориентированности, по сути. Хорошо, спасибо. Тут еще в чате пишут помимо Сием, про НГФВ, что хотелось бы с НГФВ, тоже хороших, с силой безопасности, такая же история, их вроде бы много, но еще больше жалоб и хотелок со стороны заказчика, да, тут, мне кажется, мы тоже еще где-то в начале пути. Хорошо, спасибо тебе большое, давайте выведем на экран результаты опроса номер два, мы спрашивали, какая из моделей организации сок наиболее предпочтительна для вашей компании, и результаты прям интересно, что распределились, 55% высказались за собственный сок в Синхаус, 11% за коммерческий аутсорсинговый внешний сок, 28% за некий гибрид, и 6% сказали, что затрудняются ответить на этот вопрос. Ну, вот, на самом деле, мне кажется, картинка отражает во многом предпочтение рынка, что все-таки аутсорсинговый у нас как-то традиционно не совсем долюбливает, и вот, коллеги, может быть, очень кратко, кто хочет прокомментировать этот вопрос, впереди у нас самое интересное, я потом передам слово Максиму, который про контроль эффективности соков расскажет, хотелось бы пару комментариев по этому опросу. Кто готов? Я могу два слова сказать, буквально два слова. Мне кажется, что это зависит от ситуации и размера компании, потому что делегирование функции аутсорсера может быть абсолютно естественным выбором, особенно в начале этого пути, плюс значит не все не поддержу предыдущего оратора, отнюдь не все компании могут себе заводить собственный сок внутри, но если мы по Гартнеру посмотрим на их метрики, на 100 человек работающих, 10 айтишников и 1 бэшник, то просто из этого соображения, ну она не всегда эта метрика работает, но из этого соображения просто есть только определенный размер компании, с которой она может начать строить собственный сок, например. Да, 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 я понимаю, ты говоришь, но здесь мне кажется больше даже это вопрос психологического выбора, это как с автомобилями, да, у нас же есть такси, у нас есть каршевинг, но многие этим пользуются, но так или иначе многие подавляющие большинство все-таки хотят или мечтают о своем собственном авто, и вот здесь мне кажется по этой может быть не совсем удачной аналогии люди ответили на этот вопрос, потому что здесь же речь шла наиболее предпочтительном варианте организации, и понятно, что они во многом у них с выбором может быть и нет, они вынуждены идти в сторону аутсорсинга, но хотели вы получить как бы собственное вот что интересно, да, мне кажется, я бы на это обратил внимание. Так, я, а, Михаил, давай, я потом. Да, на мой взгляд, это логично, поскольку, мне кажется, значительная часть наших, нашей аудитории сейчас в настоящий момент это все нервные эбэшники, и каждый эбэшник хочет, чтобы внутри его компании было все свое, все, и то, что, как минимум, это интересно, то, что, ну, строить свой сок, это правда, это очень сложно, это очень интересно. Да, Максим, ты что бы хотел добавить? Да, несколько моментов хотел добавить, но с таким пожеланием собственного сока, видимо, с нами сегодня там одни из самых крупных заказчиков в России в большинстве собрались, а в целом мы почему у себя выбрали именно построение гибридного сока, ну, потому что это такая модель, которая, на мой взгляд, действительно подходит большинству из заказчиков. Вот, строить свой сок тоже интересно, но это дорого, и не только дорого, но и ресурсоемко, в том числе и для сыса, потому что надо собрать людей, надо их научить, надо их удержать, надо выстроить эти процессы, и, что самое главное, взять на себя ответственность, потому что, если что-то произойдет, нельзя будет сказать, это вот они, наши подрядчики, негодяи, вот, вся ответственность, в этом случае идет непосредственно на ЦИСу, вот, поэтому это сложный, тяжелый выбор. Хорошо, Максим, раз ты как раз уже начал, я тогда тебе передаю слово, следующий докладчик у нас, Михаил, Максим Прокопов, руководитель управления инфекционной безопасности, группа компании Аксел, расскажет, как оценить эффективность работы СОК-центра, от Максим Прокопова. Да, я спасибо. Ну, немножко расскажу, как мы связаны с оценкой эффективности СОК. Где-то, наверное, на протяжении последних пяти лет мы активно занимаемся построением СОК-центров, и при этом нам необходимо определять, насколько эффективно мы это делаем. И практически в первый год, как мы занялись построением СОК-центров, у нас появились вопросы, как оценить метрики нашей работы. Ну, и, соответственно, мы ударились в разработку различных методологий. Часть методологий мы брали различных международного уровня. Часть методологий реализовали здесь самостоятельно. И о чем бы я сегодня хотел рассказать в практике тезисно, примерами из жизни, как мы проверяем СОК-центров, как оцениваем их эффективность. Про методологии рассказывать глубоко не буду, потому что там про каждый отдельный блок можно, собственно, рассказывать часами. Но через некоторое время, после того, как мы начали эти методологии апробировать, мы поняли, что это абсолютно конкурентная история и начали оценивать не только наши СОК-центры, но и сделали отдельную услугу и заказчики нас приглашают оценить свою работу или оценить работу подрядчика другого коммерческого и гибридного СОК. Ну, и опять-таки спасибо по комментариям и предыдущим презентациям, видно, что тема оценки эффективности она такая достаточно животрепещущая. Но для начала скажу, что понятное дело, что есть разные этапы развития СОК-центров. И на каждом этапе развития СОК-центров нужны разные способы и разная глубина проверки. я их так нативно обозначил в начале пути СОК начинает свою работу становление СОК и развитый СОК. Здесь приведу пример, дальше буду рассказывать. Есть разные блоки киберучений и один из них проверка по метру. Тоже более подробно про него расскажу. для СОК в начале пути 50 проверок для развитого СОК более полутора тысяч проверок. Это достаточно большая разница. Либо например про РАТИМ учения уже говорили. Естественно нет смысла проводить РАТИМ учения для СОК в начальных стадиях. То есть это для развитого СОКа или СОКа который уже выходит на развитый уровень. Какие в принципе проверки есть? Естественно это классика это тестируем на проникновение. Вторая очень важная история это киберучение. То есть когда мы проверяем конкретные процессы конкретные средства защиты либо конкретные метрики. Киберучение чем отличается например от РАТИМ или тестированное проникновение это так называемая методология ПУРПЛТИМ когда красная и синяя команда работают вместе. Собственно поэтому ПУРПЛТИМ эта история называется. И киберучение удобно тем что мы видим и атаку и защиту с обоих сторон и за счет этого мы полностью можем оценить уровень реакции на атаку на важная история моделирования угроз про это буду потом отдельно рассказывать важно работать с индикаторами компрометации важно работать с искусственным интеллектом и статистической аналитикой в первую очередь для выявления угроз нулевого дня ну и естественно идти о чем я еще более подробно расскажу это зона видимости зона покрытия сок как управлять этой историей это понимание вариантов реакции ведь там на какой-то вектор на какую-то киллчейн цепочку можно по-разному отреагировать можно ее везде увидеть а можно заблокировать на первом этапе либо где-то в середине поэтому реагирование оно тоже бывает разным важно проверять не только технику но и людей проверять эшелоны сока например ну тоже дальше буду про это рассказывать на всем этапе там цепочки блокчейна мы проходим там через 5-6 или 7 средств защиты и там и через там мониторить человека нам надо видеть реакцию на каждом этапе чтобы понимать там какой эшелон сока засбоил ну и ряд проверок не должен останавливаться это автоматика мы должны понимать если у нас из строя вышла какая-то система защиты ну и животрепещущий момент я думаю много кому он интересен наш взгляд на метрики оценки субцентра на это я тоже бы хотел обратить пристальное внимание буквально пару слов потому что это не основная тематика моего доклада это что необходимо делать в начале пути построения субцентра ну то есть на мой взгляд надо реализовать три истории то есть провести тестируя на проникновение и увидеть базовые вектора атак то о чем говорили сегодня все абсолютно это провести аудит источников для сбора событий и закрыть общеизвестные реализовать общеизвестные базовые методы защиты чтобы не приходилось мониторингом и расследованием инцидентов заниматься без остановки потому что инциденты будут постоянно по тесту на проникновение ну во-первых это демонстрация необходимости построения субцентра то есть это демонстрация что можно попасть в сети взломать реализовать как говорит позитив недопустимые события и сделать много плохих историй аудит источников про это уже много говорили но скажу еще про одну вещь очень важно что осматривать осматривать что не только есть нужные источники но что из источников идут нужные события иногда какие-то события не идут за то что нет нормализаторов нормализаторы неправильно эти вещи надо учитывать про базовые методы защиты пару слов на базе процесса обеспечения безопасности учетных записей потому что учетные записи получение учетной записи пользователей не дай бог администратора это конечно история непринятная для специалистов центра мониторинга потому что действие происходит легитимной учетки и надо за ней внимательно следить прежде чем проводить блокировку то есть прежде чем заниматься мониторингом действий необходимо как минимум усилить пароли поставить на учетки которые работают на внешке и на двухфакторную аутентификацию построить лапс лапс for linux реализовать историю с группой protected users посмотреть внимательно на системы класса EAM и DM вот но как наверное пример такой работы теперь перейдем к одному из самых наверное важных интересных блоков это киберучение расскажу буквально немножко про нашу методологию что мы сделали по проверкам по метру то есть мы разложили эту историю следующим образом то есть мы взяли тактики техники метра и сделали следующий шаг это способы реализации то есть для каждой конкретной техники у нас есть некое количество способов реализации сейчас но способов реализации по метру в рамках нашей методологии около полутора тысяч вот на этом мы не остановились мы сделали следующую градацию самые частые способы реализации техники тактики там меньше проверок 50 это как раз для соков начального уровня или там уровня реализации ну вот следующая градация это 200 самых частых проверок которые включают себя предыдущие 50 потом 800 и соответственно полторы тысячи это уже для выстоянных развитых сокцентр ну вот таким образом мы проводим соответственно по проверку самых частых атак в первом случае в последнем случае там ну я не знаю там 90 там 95 процентов различных атак конечно понятно что способов реализации их может быть больше но таким образом мы именно отсматриваем область покрытия и выискиваем белые пятнышки в зоне видимости сокцентра ну наверное это одна из таких самых интересных историй про что еще хотел рассказать про эшелоны защиты сокцентра но есть разные киберучения которые проверяют нормы эшелонов но наверное один из самых интересных историй это проверка защиты от социотехники то есть мы проверяем большое количество эшелонов мы проверяем почтовый антиспам антивирус потом соответственно мы проверяем антивирус едару EBA на рабочих станциях потом проверяется next generation а проверяется соответственно человека который открывает нагрузку проверяется на generation DPI NTA вот и собственно на базе всей цепочки при рассылке нагрузки в рамках киберучений мы меняем способы атак заказчик видит как это происходит и вместе с нами докручивают средства защиты показали ему как обошли песочницу подкручивает показали как обошли едар учат людей и таким образом при помощи одного типа киберучей не хоть и важно мы прокручиваем всю цепочку и все эшелоны вот это очень нужно и очень важно потому что заказчик соком должен понимать как обходится их средства защиты чтобы увеличивать уровень защищенности немножко расскажу про автоматизацию у нас есть и свои фреймворки автоматизации киберучений но вот есть и ряд инструментариев это различные баз системы либо системы типа пантеры которые проводят автоматически работу по достижению на проникновение но проводят постоянно и история очень важная и нужная потому что сок в этом случае в постоянной готовности постоянно идут какие-то атаки сок видит и знает и строит плейбуки как на них необходимо реагировать ну и правое дело если какое-то средство защиты отключилось атак бывает мы увидим это при постоянной работе ну и ролевые игры это сценарии которые мы придумываем совместно с заказчиком и реализуем в рамках реагирования сокцентр здесь наверное хорошим примером проходят различные варианты физического проникновения но расскажу наверное один из сценариев чтобы там долго не задерживать специалисты переодеваются в курточке с логотипом оператора связи приходят к заказчику на контрольный пункт говорят необходимо впустить в сок иначе интернет упадет во всем здании админ запускает их в сот ребята подключаются просят учетку ну а дальше собственно история понятно как все это происходит про моделирование угроз тоже расскажу очень важно мы например при построении субцентров моделируем угрозы на достаточно глубоком уровне то есть мы берем угрозы потом накладываем их намитер потом смотрим возможные способы реализации а способы реализации уже в рамках технического здания технического проекта закрываются конкретными конфигами либо функционалом тех или иных решений посредством защиты это тоже надо реализировать чтобы у заказчика это было потому что иначе он просто не сможет определить видимость субцента что он может видеть что он видеть не может естественно должны быть разработаны документы по реагированию естественно необходимо проводить обучение для сотрудников центра мониторинга обучение должно быть как и по инструментариям субцентра так и по тому как реагировать на тельные угрозы может выражаться в рамках киберучения ну и естественно наличие удобной смдб наличие удобной вики по субцентру и по инфраструктуре хоть это там уже не такая интересная история как практика киберучения но все это должно быть иначе процесс на работать не будет ну и естественно одна из таких самых веселых интересных историй это ратин это проверки для развитых субцентов о чем здесь стоит сказать любой развитый субцентр необходимо уже проверять в таком закрытом виде то есть наша синяя команда не знает откуда начнет атаку белая в какой красная команда откуда начнет атаку куда она будет продвигаться естественно красная команда будет использовать не сигнатурные правила вот использовать медленные атаки ну например понятное дело что на ратиме никто не запускает сканирование сети потому что субцентр сразу такую историю заблокирует разработ разрабатывает свои эксплойты официруются нагрузки и все происходит таким образом чтобы у заказчика не было возможности красную команду вычислить но если сок эффективный если его метрики позволяют в рамках ратима он должен эффективно бороться я расскажу несколько историй но наверное что самое интересное то есть мы делали ратим для компании такой известный большой они каждый год проводят ратим каждый год проводят ратим с разной компанией и все там мастодонты и красные и зеленые и другие тоже с этими товарищами работали очень успешно начали через какое-то время мы пробили периметр это буквально там на третьей неделе ратима произошло начали продвигаться вот ребята обрадовались на пятой неделе мы получили администратора домена и в момент получения администратора домена мы лишились всех привилегий и были заблокированы полностью все сетевые доступы и потом когда мы уже разборы тима заказчикам произвели заказчикам мы вас заметили практически там на первых вторых шагах работы и начали кропотливо записывать все ваши достижения в скрипт и таким образом благодаря нашему успеху они усиливали работу сока и когда мы получили в действительности значимые привилегии произошла собственно говоря блокировка нашей работы вот поэтому рейтим это важная история она учит заказчика как реагировать потому что здесь все приближено максимально к боевым действиям и учит заказчика как надо дорабатывать свою систему защиты теперь немного расскажу о примерах усиления сокок какими-то дополнительными более специфическими решениями для этого расскажу немножко про усиление при помощи ханипотов ханипот и десерпшн системы ханикорн выбрал эту систему потому что мы же являемся ее разработчиком вот его бы здесь был очевиден что можно сделать на примере например ханипот и десерпшн чтобы сок работал лучше ну история номер один это различные свежие индикаторы компрометации когда мы разворачиваем различные ловушки на периметры мы можем собирать те индикаторы компрометации которые направлены исключительно на компанию и те индикаторы компрометации которые не поставляют классические поставщики TI и IOK например это словари паролев которые мы можем использовать в словарных фильтрах или перечень почт фишинговых или таргетированных атак либо IP различные из которых идут атаки причем исключая здесь false позитив оставляя ранжирование дат на краткосрочный период ну и второй плюс применения такой системы это киберучение в две страны когда мы развернули инфраструктуру ловушек и приманок и там сотрудники вашей же компании могут их эксплуатировать с одной стороны а с другой стороны прописывать различные плейбуки по реагированию на атаки таким образом мы получаем некий тренажер киберучений без сторонних услуг ну и теперь наверное один из самых интересных моментов это те метрики оценки эффективности субцентов которые по нашему мнению существуют но расскажу наверное про три метрики которые на наш взгляд являются столбами основополагающими первое это время обнаружения ну на самом деле это прям такая самая важная и главная метрика то есть одно дело когда сотрудники субцентра обнаружили за пять минут другое дело за полчаса третье дело за две недели и вот эта метрика за увеличение которой надо бороться постоянно это самое важное чем меньше злоумышленника времени тем больше вероятность того что ничего с нашей инфраструктурой не случится вторая метрика это видимость инфраструктуры то есть всю ли вы инфраструктуру видите или не всю осознанно видите не всю инфраструктуру или неосознанно третья важная история но про это я уже рассказывал это покрытие техник и тактик в рамках конкретных реализаций вот и видя все вот эти вот три основные метрики вы понимаете насколько сок эффективен если говорить о таких дополнительных метриках я бы назвал готовность к атакам нулевого дня то есть насколько много искусственного интеллекта насколько много статистики и юристики применяются в решениях потому что не все можно докрутить сигнатурами айо и айоками соответственно вот ну и важная метрика это время и качество обновления экспертизы то есть TI должен но необходим TI обновления я правилами айоками все должно быть нацелено те атаки происходят которые происходят в последний момент ну и две метрики которые важны уже там не в рамках основных функций наверное а в рамках снижения стоимости субцентра это ресурсоемкость и уровень автоматизации вот в рамках своих киберучений мы эти метрики не оцениваем но там для многих заказчиков это важно нужно и в рамках консультации там обсуждения с нашими заказчиками этих историй ведется вот коллеги ну наверное все за это короткое время я попытался чуть-чуть приоткрыть занавершен субтайны над оценками эффективности во всяком случае как их делаем мы вот поэтому коллеги спасибо возвращаю ей слово да спасибо максим вот буквально несколько вопросов тебе задам я вижу что времени уже практически у нас совсем нет мы вышли немножко из тайминга но прям хочется тебе задать вот ты прям очень классно подборку перевел метрик эффективности приходилось если оценивать некую ну там удельную эффективность назовем ее так я придумал сейчас этот термин по аналогии с физикой расчете эффективность и вложенные деньги понятно что можно потратить ну там неограниченный бюджет наверное все будет очень круто можно потратить в 10 раз в 100 раз меньше будет не сильно хуже так скажем чем при неограниченном бюджете вот такое вы делали или нет с кем-то ну скажем так странно было бы со стороны заказчика там заказать расчет удельной эффективности и потом получить отчет где написано что нет ребята вы что-то деньги не туда потратили вот это но история номер один да но их просто не поймет руководство но есть другая история когда мы строимся центры сами у нас есть такой принцип который мы взяли он очень похож на принцип парэта за минимальные вложения получения максимальной эффективности здесь ну вот как Михаил рассказывал например абсолютно логичные до Сиема внедрить NDR с EDR к примеру вот либо там самые дорогостоящие технологии там на Суару и ЕБИ отложить там на самый последок и вообще принять решение необходимо это твоему соку либо твой сок никогда не выйдет на уровень когда это необходимо реализовывать поэтому скажем так в ретроспективе мы этим не занимаемся но проводим не такую оценку а изначально заказчика сподвигаем к выбору чтобы этот коэффициент удельной эффективности был максимальным спасибо да и давайте прям для наших зрителей сейчас финальный опросик запустим вопрос номер 3 какой способ оценки эффективности сок вы считаете наиболее правильным для себя для своей компании голосуйте пожалуйста буквально через несколько минут мы подведем результаты и вот я не увидел у тебя в презентации упоминание такой модной концепции киберучения я бы так наверное ее назвал это purple тимминг что ты об этом думаешь насколько такой формат на практике оказывается правильным выбором но я во время презентации говорил про purple team в принципе любые киберучения где скажем так команда нападающих и команда защиты работают с коллаборацией это есть purple team и там большинство киберучений в том числе там наша проверка по метру это в принципе purple team есть это очень важно это очень важная и нужная методология самое главное ей не увлекаться и не уповать на нее очень хорошо что там все прозрачно там для красной команды для синей команды но периодически надо лишать синюю команду видимости того что происходит надо их ставить в реальные условия чтобы ребята не терялись и знали что делать когда абсолютно непонятно что происходит со стороны реального атакующих да и вот у тебя там очень еще классный пример был про про пинтесты в таком физическом варианте с исполнением с вымышленными сотрудниками телеком оператора да вот сейчас использование таких такого рода физических пинтестов это некая мода или это действительно сейчас прямо необходимость и надо прямо изначально заказчикам предусматривать это как часть скопа работ по проведению любого пинтеста особенно если речь идет там каких-то значимых объектах киев мы в основном такие работы проводим для зрелых субцентров очень часто достаточно тяжело пробить реальный периметр то есть ребята прокачаны следят понимают а внутрянка она берется ну вот практически всегда там насколько бы компания зрелая не была и тогда мы уже предлагаем ну родтим подразумевает физику вот но иногда заказчикам на эту историю надо дополнительно указывать и тогда мы переходим к физике что дает нам физика это возможность начать вектор атаки абсолютно с непривычных для команды защитников мест мы зашли нам удалось уговорить сотрудника компании пустить на свое место мы начали с сода компании там снутри хэпи адресов ну вот то есть это прям то к чему они не готовы те места откуда атаки не ожидается и это нужная история потому что физику мы пока с физики получили доступ дайте инфраструктуру там в 100% собственно говоря там много разных учрений и на собеседование прийти и карту с эфитметкой поделать и так далее и так далее варианты массы хорошо да и вот может быть хотел немножко связать еще то что ты говорил с докладами предыдущих коллег вот мы до этого говорили там про концепцию недопустимых событий не получится ли так что применение вот концепции недопустимых событий оно на самом деле может сильно сузить для нас с одной стороны поле для мониторинга и защиты а с другой стороны мы можем сосредоточиться на каком-то прям главном физически важном для организации и сегменте инфраструктуры а все остальное ну вроде как не то чтобы пожертвовать а относиться к этому там по вторичному по вторичному приоритету и не поможет ли это сэкономить в конечном итоге деньги и правильно сфокусироваться вот как ты считаешь может быть я потом Константин этот вопрос тоже адресовал но недопустимые события чаще всего это следствие различных успешных цепочек векторов так и это на мой взгляд один из способов структурирования и вариантов приоритизации тех ну там финансов и других ресурсов которые будут затрачены на построение субцентра и когда недопустимые события выбраны надо просто не полениться и спуститься на технический уровень и дойти прямо до векторов до способов реализации до тех техник которые должны быть использованы но как показывает практика в рамках недопустимых событиях все равно мы обычно спускаемся там на классический цепочек вариантов событий ну то есть когда там получил администратора домена сетевого администратора или еще что-то вот с этой развилки у него и начинается путь недопустимых событий но если там они расположены в инфраструктуре поэтому на мой взгляд это просто достаточно удобная форма классификации вот и там не меняет корни подхода ну я тут вот еще про что что мы же в принципе понимаем какова цель скорее скорее всего у злоумышленника будет у реального злоумышленника в инфраструктуре куда он полезет что для него интересно и может быть логично ловить его на самом последнем шаге сделать упор именно на это ну например там на на том когда он уже к адэ будет например подступаться или когда он там захочет получить доступ к апс например банковской там и такого рода критичным системам и вот здесь мы его как бы точно уже отловим и дадим рукам и тем самым мы как бы сэкономим усилия и ресурсы на защиту на первичных этапах я бы так сказал логично это звучит или нет это логично звучит для компаний которые находятся в начале пути и у них нет там развитых средств мониторинга ну то есть если ты не готов выявить злоумышленника на первом этапе то ты можешь поджидать его в конце цели потому что это легче вот но это либо в начале пути либо у тебя нет ресурсов на выстраивание полноценного субцента тогда наверное в этом есть логика спасибо Михаил Константин хотите что-то прокомментировать по этому вопросу ну я значит насчет структурирования я отчасти соглашусь с предыдущим оратором вообще если если обобщить создание допустим и вообще цели полагания то мы увидим с точки зрения сока то мы увидим три подхода это подход снизу вверх когда сотрудники б квалификации чтобы с достаточной уверенностью сказать что все что они понимают все попытки атаки и все последствия которые они понимают они могут не произойти вот существует от комплаенс да если говорить про банковскую сферу то в банковской сфере у нас существует множество регуляторных требований вот к тому что должно быть значит что должно как работать вот и на международном рынке мы знаем что есть многие и свифт в свое время издавал требования по ибэ вот и множество было других вот и вот значит можно брать от комплаенса всякого рода требования вот ну и естественно значит следующее это сверху вниз вот вот недопустимые события это подход сверху вниз когда мы говорим о бизнесе от чего тебе дорогой бизнес может сильно поплохеть вот бизнес нам говорит вот мы это декомпозируем естественно на уровень инфраструктуры и дальше как предыдущие значит выступающие совершенно точно сказал что дальше все значит уже как как мы знаем вот но есть один нюанс этот нюанс заключается в том что когда при таком подходе мы в итоге говорим вот это нам обойдется столько-то новых людей там какое-то количество значит софта железа и так далее очень сложно бывает возразить значит откуда это все взялось потому что это требование исходит от бизнеса а не это не это не инициатива от значит допустим снизу вот поэтому это некий дополнительный аргумент пользу такого подхода но опять-таки естественно право на существование имеет все три подхода а не только какой-то один из них нет но здесь что просто сэкономить то мы можем на том что мы берем на флаг вот концепцию недопустимых событий фокусируемся на определенных ресурсах на определенном не знаю сегменте сети например элементах инфраструктуры сэкономить бюджеты усилия деньги ну мы можем я думаю что мы можем наверное начать с того что мы более фокусно прикладываем свои усилия относительно того что что хочет бизнес с точки зрения экономии тоже надо понимать экономия по сравнению с чем то есть по сравнению с тем что мы ничего не делаем или экономия по сравнению с тем что мы покрываем все до чего дотянутся наши руки то есть тут вот кейс кейсом с экономией я бы был осторожен потому что это понятие которое можно трактовать очень широко да и допустим экономия на какое-то на покрытии предположим мониторингом или экономия там на внедрении каких-то СЗИ она такая экономия которая может потом в общем выйти совсем далеко и не экономией вот поэтому поэтому тут я бы очень осторожно относился к словам давайте давайте сэкономим наверное здесь нужно говорить скорее про более эффективное или целесообразное использование того что у вас есть потому что наши ресурсы конечно бесконечны спасибо Михаил соглоблен сперва как ты считаешь со стороны с практикой насчет того чтобы более эффективно использовать ресурсы благодаря вот такому фокусированному подходу и оценки недопустимости тех или иных событий ну я тоже да согласен с Константином что это не про экономию это про фокусировку что это фокус это необходимое определение приоритетов чем ну в принципе весь подход недопустимых событий он же не на пустом месте появился да это просто некое summary там различных подходов к анализу рисков ну и там отталкиваясь на современные реалии и так далее то есть он в принципе нужен и полезен всегда нужно начинать любой процесс построения любых процессов ибэйс тем в том числе сок в первую очередь сок с определения фокуса от чего мы защищаемся что для нас наиболее страшно чего мы ни в коем случае не должны допустить хоть это на самом деле это не простой процесс сам в себе потому что он все равно начинается с глобальной интервизации бизнес-процессов и ресурсов и чтобы определить фокус нужно все равно иметь полный обзор и здесь могут быть конечно проблемы и сложности хорошо спасибо коллеги давайте выведем на экран результаты нашего последнего опроса мы спрашивали какой способ оценки эффективности сок вы считаете наиболее правильным 29% высказали за пин-тесты 29% за зеро-тимминг столько же за киберучение и перпл-тимминг и 13% за статистику реальных инцидентов ну такая немножко получилась острая картинка но что интересно ни один не проголосовал за оценку руководства я вот специально добавил этот каверзный вариант ответа что мол если руководство довольно то значит все хорошо но никто из наших зрителей этот вариант не выбрал что интересно мне кажется показательно спасибо за интересные доклады комментарии от наших зрителей тоже были мне кажется вопросы очень в тему также большое спасибо мне кажется что бинар получился весьма интересным запись мы обязательно выложим на всех популярных видеохостингов платформах вк стройтюб ищите обязательно запись там делитесь ссылками с коллегами и друзьями и до новых встреч всего самого безопасного пока